первое с чего мы начнем это как компьютеры взаимодействуют с внешними устройствами точнее так скажем как процессоры взаимодействуют с внешними устройствами то что мы с вами до текущего момента рассмотрели это то как процессоры что-то вычисляют то есть вычисляют результат там как-то хранят в памяти пересылают рассчитывают плавающая точка целые операции и так далее мы с вами вот вывод делали с помощью сначала с полагательных функций потом библиотечных функций языка си потом собственных системных вызовов базовых совсем но в любом случае какой бы мы вот вывод в наших модельных программках на ассемблер не делали он предполагает участие операционные системы в процессе ввода вывода но понятно что операционная система вот это уже какая-то программа и давайте рассмотрим основные моменты того как может можно выполнять ввод вывод на внешние устройства и из внешних устройств без операционной системы то есть то чем занимается операционная система за нас когда берет на себя функции ввода вывода ну собственно я напомню структурную схему просто упрощенную структурную схему про компьютера у нас есть процессор у нас есть оперативная память у нас есть разнообразные может быть многоуровневые шины а одна высокоскоростная шина которой подключена допустим graphical unit gpu и память другая среднескоростная шина который например подключены диски ssd или hd и третья низкоскоростная шина usb например которые подключены все прочие устройства для упрощения мы здесь шину я здесь шину оставил одну и у нас есть большое количество разнообразных устройств ввода вывода которые подключаются компьютеру часть из них ну как бы находится внутри компьютера мы их конструктивно считаем что они находятся собственно самом компьютере например клавиатура мышь в случае ноутбука там экран в случае ноутбука часть устройств конструктивно подключается с помощью внешних разъемов и включается отключается там более-менее в момент соответственно у нас есть некоторые типичные устройства ввода естественно эта клавиатура мышь там всякие планшеты сканеры камеры tv-тюнеры радио тюнеры все что угодно есть устройства долговременной памяти это жесткие диски ssd диски ленты cd 9d устройства прочие устройства где где мы храним данные энергонезависимо и долгосрочно есть устройства для вывода типичные мониторы принтеры все что угодно потому что у нас бывает есть устройства коммуникационные это они вот вывод обычно же это модем там сетевой адаптер и все что угодно под аналогичное с помощью которого современные компьютеры выходят в сеть и взаимодействует с компьютере это конечно же не полностью покрывает диапазон различных устройств которые у нас есть современных компьютеров но может быть дать некоторое представление которое вы наверное так уже имеете соответственно у нас есть процессор который ну более менее отвечает за функционирование всего компьютера в целом за в конечном итоге за и в конечном итоге процессор отвечает так или иначе за то как все вот эти вот внешние устройства будут взаимодействовать с процессором с памятью то есть в конце концов чтобы это использование этих устройств было полезно и они бы не висели мертвым грузом у нас на компьютере соответственно у процессора должны какие-то какие-то средства внутри процессора доступны программисту с помощью которого он может управлять внешним устройством возможно управлять шиной управлять всеми внешним устройствами то есть их настраивать взаимодействие с ними то есть указывает то что нужно делать внешним устройством а самый простейший вариант для взаимодействия процессора и внешних устройств это так называемые регистры внешних устройств ну что это такое что мы понимаем под регистром внешнего устройства. Это некоторая, условно говоря, ячейка памяти, каждая из которых имеет свой адрес так как аналогично тому, как у нас устроена оперативная память. То есть, например, адрес 10, 20, и мы можем обращаться к этим регистрам внешних устройств на чтение или на запись. При чтении мы получаем, процессор получает себе некоторую информацию о состоянии внешнего устройства. Там признак готовности или, возможно, те данные, которые поступили от внешнего устройства и так далее. При записи в соответствующий регистр происходит какое-то изменение состояния внешнего устройства уже в соответствии с некоторыми спецификациями внешнего устройства. Для каждого внешнего устройства есть то, что называется SHIT этого внешнего устройства, спеки, то, какие биты в каких регистрах за что отвечают, как с ними нужно взаимодействовать. Условно говоря, там достаточно часто для внешних устройств требуется, чтобы, например, между записью бита X и записью бита Y прошло не менее, допустим, одной миллисекунды, иначе устройство может отреагировать неверно. И прочие различные ограничения на функционирование устройства. То есть, вот таким образом устройство нам дает возможность процессору с ним взаимодействовать. На Legacy, это достаточно старый, считается как устоявший Legacy способ, на процессорах 8086 для портов водовывода доступно 2.16 64 байтовых порта водовывода доступных для взаимодействия с внешним устройством. Это как бы отдельное адресное пространство. То есть, у нас отдельное адресное пространство оперативной памяти и отдельное адресное пространство для устройств ввода-вывода. Некоторые, то есть, если там более так специфично говорить о кодировании инструкции, то первые 256 портов доступны некоторые прямые адресации, отдельная инструкция. Для доступа к остальным портам нужно сначала адрес порта загрузить в регистр BX 6-сбитный, потом выполнить команду in или out. Ну и, соответственно, в системе команд процессора есть две инструкции. Инструкция in, которая читает из порта устройства порт, это номер порта, либо BX, либо, собственно, имидит номер порта, и регистр, куда этот результат будет переслым. И наоборот, out – это запись в порт, когда мы содержимое регистр процессора и отправляем на внешнее устройство. С точки зрения вот именно низкого уровня взаимодействия процессора со своим окружением, это выглядит так, что процессор на специальных выводах выставляет флаг, выставляет, соответственно, бит того, что идет обмен с портами ввода-вывода, уже там схемы северного моста это понимают, и последующие данные, пересылаемые процессором по ошине данных по ошине адреса, уже отправляют там уже по своим протоколам куда-то там на устройство. Итак, вот у нас есть отдельно работа с памятью, там понятно, что у нас память, что мы туда записали, то мы оттуда считываем. Для портов ввода-вывода никаких особенных каких-то гарантий нет, например, вы можете один и тот же порт использовать и для записи, и для чтения, и вы будете записывать в него одно, и получать из него совершенно другое. Примером работы с портами ввода-вывода это Legacy-клавиатура. Сейчас Legacy-клавиатура практически не осталось, обычно все подключается через USB в компьютерах, ну вот на ноутбуках, может быть, чуть-чуть старых, есть вот эта стандартная клавиатура, которая на самом ноутбуке находится, она подключается, она обычно называется PS-пополам клавиатура, и у нее свои низкоуровневые протоколы взаимодействия с собственно с процессором, и с остальной материнской платой, в каком-то смысле Legacy-протоколы, которые вот еще пришли с самых первых IBM PC 80-го года. Вот чтобы нам работать с клавиатурой, Legacy-клавиатуры, ну, надо сказать, что вот работа с Legacy-клавиатурой, она, естественно, там прошита и в различных эмуляторах, КАМ-Куэму и прочих, они позволяют эмулировать работу сепаратной клавиатурой, перенаправляя ввод со стандартного потока ввода КАМ-у, например, как на клавиатурный вот внутрь эмулятора и на обратный вывод. Таким образом, и вывод в клавиатуру, что возможно, вот сейчас покажу как, тоже как-то эмулируется в КАМ-у. Для работы с Legacy-клавиатурой нам потребуется два порта. В порте 16-ти ричный номер 60 мы обмениваемся данными, причем это и чтение, и запись. В клавиатуру можно писать. И порт 64 это статус работы клавиатуры. Соответственно, различные биты порта номер 64 отвечают за различное состояние работы клавиатуры. Например, два младших бита, бит 0 и бит 1 отвечают за готовность клавиатуры к приему данных от компьютера или к тому, что у клавиатуры появился новый код клавиши, который был нажат за это время. Ну, собственно, что у нас происходит? Например, если мы хотим отправить какие-то данные, это обычно управляющая команда для управления клавиатурой на клавиатуру, то мы проверяем готовность нулевого бита. Вот примерно таким фрагментом, который здесь приведен. То есть, вот у меня в регистре EIX на входе принимается некоторый байт, который мы хотим отправить клавиатуре. И дальше мы считываем инструкции IN из слова состояния, из байта состояния клавиатуры 64 значения в регистр AL, проверяем младший бит и находимся в цикле, пока младший бит равен единице. Jump.0.0, соответственно, у нас цикл идет, пока младший бит равен единице. Как только младший бит будет установлен в 0, мы из этого цикла выйдем. Как только мы из цикла вышли, мы, собственно, пересылаем ECX в IAX и отправляем AL с помощью команды вывода в порт данных с номером 60. Соответственно, вот такая вот простенькая подпрограммка, она ждет готовности клавиатуры к отправке данных и отправляет ей байт. Предполагается, что клавиатура получит этот байт от компьютера и как-то для себя его обработает. Соответственно, что можно делать с клавиатурой с точки зрения вывода на нее? У нас есть три, обычно на легосте клавиатурах есть три светодиодика CapsLock, ScrollLock, NumLock. Соответственно, мы можем ими произвольным образом манипулировать. Отправив сначала на клавиатуру байт ED, потом отправив на клавиатуру байт 7, то есть младшие три бита, это будут биты тех, собственно, три флага, которые мы хотим светодиодик, которые на клавиатуре зажечь. И таким образом мы можем переключать состояние светодиодов клавиатур. Но сразу скажу, что на обычно, если вы просто возьмете этот фрагмент программы и его запустите, даже на ассемблере напишите, запустите его под управлением операционной системы, скорее всего, у вас это не заработает, вы получите секфолд, потому что операции ввода-вывода инструкции in и инструкции out, как правило, запрещены для исполнения обычными программами. Нужно настраивать специальные ИО, ну, называется системный вызов ИОПЛ для настройки привилегий на работу, непосредственную работу с портальными ввода-выводами. Это считается привилегированной операцией, обычному пользованию недоступно, и просто вот этот функционал берет на себя операционные системы. Это нужно пробовать, например, в QM без операционной системы, ну, или просто там загрузить со флешки на голом компьютере. и наоборот, если мы хотим считать какой-то код нажатой клавиши на клавиатуре, ну, это так исторически называется скан-код, то мы сначала опрашиваем регистр состояния клавиатуры 64, о котором я напомнил выше, проверяем в нем бит с номером 2 и ждем, пока этот бит с номером 2 равен 0. То есть, вот этот вот цикл, в этом цикле мы дожидаемся, пока не будет что-нибудь нажато на клавиатуре. Как только что-то мы из этого цикла выходим, значит, что клавиатура нам готова отдать байт с кодом нажатой клавиши, мы его забираем из регистра ввода-вывода с номером 60 в регистра AL, а дальше, что надо, то с ним и делаем. Ну, там, соответственно, у нас клавиатура передает, на самом деле, легос и клавиатура придет одновременно и нажатие и отжатие в байт. Скан-код это какой-то просто номер клавиши, а дальше уже наша задача там как-то это все отработать, если клавиша отжимается, например, там считать, что символ введен, перекодировать скан-код уже в ASCII код, ну и так далее. То есть, дальше уже, как дальше за получением низкоуровневого скан-кода клавиши с клавиатуры, создает какая-то более высокоуровневая обработка, задача которой уже перевести вот этот низкоуровневый вот вывод с клавиатуры уже какой-то высокоуровневый вот вывод, в частности, уже в отправку символа какого-то ASCII-символа в работающую программу, которая ждет ввода с клавиатуры. Это очень простой и легоси способ, он простой, поэтому его можно просто показать, поэтому он с самого начала существует, у него есть куча неудобств. В чем вообще неудобно работать с портами ввода-вывода? Вот у нас отдельная инструкция IN, отдельная инструкция OUT и отдельное пространство адресов для портов ввода-вывода. Во-первых, это неудобно, у нас есть отдельная инструкция, нам нужно как-то еще между регистрами это все пересылать, для номеров портов больших 256 нам нужно еще адрес класть регистр BX. Ну, в общем, достаточно неудобно это делать. Но, что более важно, вот эти вот 64 килобайта адресного пространства портов уже мало для современных компьютеров, потому что современные шины, которым подключаются устройства, современные вообще там протоколы взаимодействия, в общем, у нас может быть достаточно больше устройств, каждое устройство может занимать достаточно большое пространство для портов водовывода и 64 килобайта там просто будет не хватать уже. И, что не менее важно, еще одна проблема с портами водовывода, что их очень сложно переконфигурировать и переподключать. Ну, то есть, мы привыкли к тому, что мы можем USB-устройство в любой момент воткнуть, в любой момент выкнуть, то есть, вот этот вот hot-plugable устройства, причем это не только USB, там могут быть это и диски, hot-plugable, даже процессоры бывают, hot-plugable, подключили, отключили, и получается, что каждый раз, когда у нас устройство подключается, операционная система как-то должна его обнаружить, что оно у нас подключено, сконфигурировать и как-то ему выдать диапазон, допустим, портов для обмена. Это делать неудобно, когда у нас очень ограниченное адресное пространство для водовывода и нам нужно как-то, соответственно, будет совсем уже очень большие ограничения будет на горячее подключение и отключение. То есть, раньше когда-то, там, в самых первых персональных компьютерах, когда появились платы расширения, нужно было просто брать какой-нибудь карандашик и на плате расширения специальными джамперами его конфигурировать, еще чтобы убедиться, что это устройство новое не будет конфликтовать с другими устройствами. Все эти времена давно прошли, все современные устройства, они горячего подключения и программного конфигурирования. И вот этот такой очень жесткий механизм портов водовывода нам, очевидно, для этого мешает. Поэтому вот порты водовывода как таковые в общем не используются, кроме как каком-то легаси и чисто для совместимости. повсеместно используется прием, когда память устройства отображается непосредственно в адресное пространство процессора. То есть у нас есть общее единое адресное пространство, в котором есть и оперативная память, и регистры устройств или там буферы обмена устройств. То есть все это отображается на общее адресное пространство. То есть у нас нет отдельной шины для водовывода, у нас есть То есть общая шина, по которой процессор передает адрес и потом передает данные. Но если у нас на этот адрес отображена оперативная память, то дальше процессор обменивается обычным образом, переслая данные в оперативную память или считывая данные в оперативную память. Если у нас на этот адрес отображен управляющий регистр или регистр данных, или какой-то просто буфер, который находится на устройстве, то процессор обменивается не с памятью, а с устройством. Например, типичная конфигурация сетевых карт такова, что у них на самой сетевой карте есть достаточно большой буфер, который отображается в адресное пространство процессора. И процессор просто напрямую может залезать в этот буфер сетевой карты, например, чтобы туда поместить новый буфер для отправки в сеть или чтобы забрать данные из него, когда данные были получены. То есть у нас получается в каком-то смысле, с точки зрения процессора, неразделима работа с внешними устройствами и работа с оперативной памятью. И вот это управление, с чем мы в данный момент работаем, с памятью или с устройством, он берет на себя контроллер шины, северный мост или южный мост, после того, как будет сконфигурирован, собственно, процессор. Поэтому, например, когда мы какое-то устройство подключаем, процессор его обнаруживает, точнее не процессор, а опять-таки южный мост его обнаруживает или северный, отсылает сигнал процессору, процессор определяет, что это за устройство, как-то его включает, дожидается его инициализации, потом его настраивает, например, отображая регистры управляющие, регистры данных этого устройства на пока еще свободное адресное пространство процессора. То есть тут вот для переключения режима отображения, соответственно, будет процессор взаимодействовать с аппаратурой тоже северного моста или южного моста. После этого процессор далее уже работает с этим вновь подключенным устройством, как бы как с памятью. Поэтому, опять-таки, традиционно на 32-битных совместимых компьютерах верхний гигабайт физической памяти использовался для устройства ввода-вывода. То есть, если мы взяли бы старый 32-битный компьютер, то у нас максимум памяти, который мы можем на него поставить, это 3 гигабайта, потому что, опять-таки, чтобы внешние устройства работали, верхний гигабайт, 4 гигабайт, нужно было, чтобы на него отображать устройство ввода-вывода. Для 64-битных процессоров там понятно, что адресное пространство существенно больше, но и внешние устройства уже отображаются куда-то в 64-битное адресное пространство, но это не точно, поскольку, опять-таки, бывают устройства, которые не умеют отображаться в произвольное 64-битное адресное пространство, которые умеют отображаться только в 32-битное адресное пространство, ну и сдачи операционной системы, как-то это все разрулить. Какие-то устройства отобразить в стандартные 48-бит 64-битного адресного пространства, какие-то поместить в 32-бита нижних и так далее. То есть, нужно понимать, что каждое устройство, с которым у нас включено компьютер, очень часто обладает набором каких-то уникальных свойств, каких-то несовместимостей, специфичных для этого устройства всяких хаков и прочих кривых вещей. И задача операционной системы, точнее, драйвера соответствующего устройства, будет работать с этим устройством. То есть, если смотреть исходный код драйверов, там просто будет куча хардкода разного, что для устройства такого типа мы делаем так, а для устройства такого типа мы делаем так. Просто какая-то такая вот низкоуровневая возня с тем, что от нас конкретно требует каждое устройство. Это все задачи операционной системы. Это все от обычных программ, конечно же, скрыто с помощью стандартных интерфейсов взаимодействия. Это первая проблема, которую мы рассмотрели с портами ввода и вывода, что у нас, вообще говоря, пространство портов достаточно небольшое. И нам гораздо будет удобнее, если мы отобразим, собственно, вот эти вот устройства ввода и вывода непосредственно в память. И Северный мост или там Южный мост будет уже нам разруливать, куда пойдет запрос в оперативную память или на устройство. Это первое. Ну, хорошо, мы эту проблему решили, но у нас есть другая проблема. Это неэффективность такого вот обмена. Как вот простейший пример, который я здесь написал, он очень плох. Здесь у нас есть цикл wait, в котором процессор находится все время, пока мы ожидаем готовность клавиатуры здесь. Или вот цикл wait, в процессор, в котором крутится все время, пока мы ждем поступления очередного кода с клавиатуры. Вот такие циклы, забегая вперед, такие циклы называются активное ожидание, busy wait. Когда процессор не выполняет никакой производительной работы, а все время опрашивает какое-то внешнее устройство, условно говоря, ожидая изменения его состояния. Вот все время процессор все время крутится в цикле. Чем это плохо? Этот постоянный опрос о состоянии внешнего устройства, то, что называется IO-Pulling, он занимает очень много времени. Потому что вот мы знаем, что современные процессоры работают с тактовыми частотами, измеряемыми гигагерцами, 3-4 гигагерца. То есть процессор, условно говоря, может выполнить 4 миллиарда, максимум, 4-5 миллиардов операций в секунду. Не всегда, конечно, но в пиковой производительности. А если мы говорим за клавиатурой, то сколько человек может ввести символы с клавиатуры? Ну, 600 максимум, наверное. Если будет, может быть, как в анекдоте, умеете ли вы печатать со скоростью 1000 знаков в минуту? Да, конечно, умею, но такая ерунда получается. То есть есть некоторые физические ограничения человека, что он не может вводить, скажем, больше, чем 10 символов в секунду, например. При этом процессор за это же время выполняет, допустим, миллиард операций. Получается, что 100 миллионов операций процессор просто будет выполнять впустую, пока ждет, пока пользователь нажмет один символ. Этот цикл ожидания плох, но, естественно, что с точки зрения энергопотребления. И мы все, и вы всех с этим сталкиваетесь. Например, на сотовых телефонах, если что-то очень тяжелое запускается на процессоре, какие-то вычисления, очень быстро телефон нагревается. За счет того, что процессор очень сильно нагревается, потому что процессор все время работает. И процессор в рабочем режиме рассеивает много тепла, и, соответственно, тепло рассеивается и нагревает телефон. В случае ноутбуков у нас обычно сразу же включается вентилятор для охлаждения процессора, и тоже энергопотребление подскакивает. Ну, а если подскакивает энергопотребление, естественно, что у нас резко сокращается срок службы его от батареи. То есть, ладно, если у нас электропитание подводится, но если батарея, батарею мы закончим очень быстро, если просто будем процессором так вот без ивет делать бессмысленное ожидание. Во-первых, поэтому циклы активного ожидания, в общем-то, недопустимы для ожидания каких-то событий. Ну и во-вторых, когда вот у нас процессор ждет что-то в цикле, он ничего другого делать не может. Он просто простаивает и ждет в цикле. В то время как, ну мало ли, там у нас есть, может быть, какие-то другие задачи, которые можно было в этот момент выполнить. То есть, потратить 100 миллионов инструкций не на тупое кручение в цикле, ожидание готовности к клавиатуре, а на какие-то более производительные вычисления. И процессор, по сути, простаивает, ничего полезного не делает. А мог бы делать другие задачи. Поэтому вот от такого вот взаимодействия, когда процессор ждет, ничего не делая, какого-то ввода-вывода, по возможности отходит. Если заглянуть куда-то в совсем недрооперационных систем, то мы иногда можем там найти циклы ожидания без ивет какого-то события. Или там то, что в ядре Linux называется SpinLog, это цикл активного ожидания для освобождения какого-то ресурса. Но активное ожидание допустимо в очно-гранических ситуациях. Когда мы знаем, что мы будем ждать там какие-то микросекунды или даже меньше, тогда да, конечно, проще подождать, нежели делать тяжелые операции переключения контекста. А в целом нет. Если мы просто определим возможные типы взаимодействия процессора со внешними устройствами, то у нас есть два принципиально разных средства типа взаимодействия. Синхронное и асинхронное. Это вообще говоря, даже какие-то… Они у нас будут возникать всегда, и вы, наверное, с ними сталкивались уже, если там писали на питоне какие-нибудь асиньковые и прочие вещи. Это вообще некоторые две концепции взаимодействия, и в частности, обмена ввода-вывода. В синхронном взаимодействии программа ожидает выполнения операции ввода-вывода, не выполняя других действий. Простейший, самый тупой вариант – это постоянный опрос готовности с помощью цикла активного ожидания, как было показано выше. Более тонкие варианты, когда мы выполняем системный вызов, то же самое, какой-нибудь там системный вызов RIT, и уже ожидание готовности ввода-вывода выполняется средством операционной системы. И задачу эффективного ожидания мы таким образом перекладываем на операционную систему. Но с точки зрения нашей программы, программа не идет дальше, пока не будет завершен ввод-ввод. То есть, когда мы выполняем операцию RIT для чтения, например, со стандартного потока ввода, наша программа, наш процесс приостанавливается, и мы уверены, что если процесс вернулся из системного вызова RIT и пошел дальше, это означает, что либо какие-то данные появились, либо их уже не будет. Все. Какая-то минимальная операция ввода-вывода на этом окончилась. Дальше, конечно же, мы уже обрабатываем результаты и что-то делаем дальше. То есть, синхронное взаимодействие, оно очень удобно с точки зрения логики программы. Программа, которая демонстрирует синхронный аммет данными, ну, что там в цикле, что-то считали, что-то рассчитали, что-то вывели. Новую порцию данных считали, рассчитали, вывели. То есть, очень четко в программе тогда прослеживается логика обработки данных. Но, как я уже сказал, синхронное взаимодействие на низком уровне, на уровне взаимодействия с аппаратурой вообще, скорее всего, не будет работать, потому что процессор будет простаивать, и процессор не будет выполнять других операций. Ну, а и даже на уровне процессов, на уровне уже наших программ, мы будем иметь трудности с синхронным взаимодействием, как только нам потребуется одновременно вести обмен с несколькими источниками данных или получателями данных, о чем мы с вами еще будем говорить. Поэтому синхронное взаимодействие на очень простое, но очень ограниченное в области применения. И более универсальное, но намного более сложное в использовании и в программировании – это синхронное взаимодействие. То есть, условно говоря, когда программа инициирует какой-то обмен, не дожидается его окончания, не дожидается готовности данных, идет работать, как-то идет работать дальше, а потом уже где-то в процессе своей работы как-то смотрит уже, периодически проверяет на готовность. То есть, либо периодически просто опрашивает, готова ли у нас это, завершилась ли операция ввода-вывода. Такая стратегия называется полинг – периодический опрос готовности. То есть, ваша программа иницинировала, вот вы пошли работать дальше, а потом периодически, допустим, раз в миллисекунду, спрашивает, есть ли у меня данные или данных еще нет. Нет данных, работает дальше. Есть данные, переходит к обработке полученных данных. Это полинг. Вполне разумный механизм, но тоже имеющий свои ограничения, что все-таки программа должна периодически прерываться на то, чтобы проверить, готовы ли у меня данные на ввод или не готовы. И третий механизм асинхронного взаимодействия – это уведомление по готовности. Когда программа или процессор операцию инициирует, настраивает параметры операции, и дальше работает, занимается дальше своими делами. И в какой-то момент, когда операция завершена, процессору или программе приходят некоторые уведомления о готовности, о завершенности операции. На уровне процессора это уведомление о завершении операции обычно приходит вместе с прерыванием. Если мы говорим о каком-нибудь асинхронном вводе и выводе на уровне операционной системы, оно нам будет приходить вместе с программным сигналом. Итак, соответственно, если мы хотим на уровне процессора, на уровне низкоуровневого железного взаимодействия с оборудованием, с внешними устройствами, реализовывать асинхронный ввод-вывод не средствами полинга, не периодическим вопросом, а более эффективно, нам потребуется некоторая специальная хардварная такая аппаратная возможность, называемая прерыванием. Прерывания существуют во всех процессорах, от самых простых до самых сложных, и они во всех процессорах реализованы примерно одинаково. Конечно же, есть детали реализации, отличающие разные процессоры друг от друга, но концепция одна и та же, везде у них совпадающая. С точки зрения физического низкоуровневого взаимодействия у процессора есть некоторый, собственно, его нога, то есть физический вход процессора, который называется готовность прерывания. и который кто-то внешний, который, собственно, какое-то внешнее устройство, либо там южный мост, либо северный мост, может установить внешним образом на вход процессора. Соответственно, это будет некоторый внешний сигнал извне, который поступает внутрь процессора, вот таким вот образом электрически, о том, что процессору пришло прерывание, и ему нужно как-то обработать какое-то изменение состояния внешних устройств. Что тогда в этом случае делает процессор? Ну, процессор у нас, как мы с вами знаем, что для процессора некоторая минимальная единица работы – это одна инструкция. Ну, хотя, конечно же, внутри все устроено намного сложнее, там у нас есть всякие retirement инструкции, слоты, порты, декодеры – вот это все, что мы в прошлый раз рассматривали, но с точки зрения архитектуры процессора, instruction set architecture, минимальная исполняемая единица – это инструкция. Соответственно, процессор должен завершить выполнение текущей инструкции. Если у него что-то там накопилось в каком-то буфере спекулятивного исполнения, этот буфер должен быть сброшен, поскольку что произойдет после возврата с прерыванием, вообще непонятно. Процессор заканчивает выполнение текущей инструкции. Дальше процессор устанавливает некоторый флаг запрета прерываний, который запрещает ему реагировать на запрос на прерывание, который, возможно, поступит дальше. Дальше процессор где-то в своих регистрах обычного общего назначения или где-то еще сохраняет минимальную информацию о своем состоянии, которое необходимо, чтобы мы могли продолжить исполнение с той точки, на которой исполнение было прерывано. И дальше происходит переход на некоторую уже программу, которая называется обработчик прерываний. Это программа для процессора в Instruction State Architecture, которая находится в каком-то месте памяти, обычно в операционной системе. И она регулярно получает управление каждый раз, когда из нее приходит прерывание. Соответственно, если мы возьмем конкретно процессор семейства x86, то минимальное состояние, которое нужно сохранить процессору, чтобы мы могли потом вернуться к данной точке и восстановить исполнение программы после возврата из прерывания, это, по крайней мере, регистр флагов и регистр EIP или RIP, то есть пара регистров CodeSegment и EIP, RIP, которые отвечают за текущую исполняемую программу. В простой модели вот эта вот пара значений сохраняется в обычный стэк. В более сложной модели, когда у нас работает ядро операционной системы, вот эта вот пара регистров сохраняется уже в какую-то специально отведенную область в структуре task.tss структуре, чтобы пользовательский стэк никак не был бы задействован в обработке прерывания. То есть вот это вот минимальное состояние сохраняется куда-то в одно из стандартных мест. И дальше происходит переход на обработчик прерывания, точку входа в обработку прерывания. Там уже дальше обычно досохраняются все остальные регистры, обычно определяется дальше источник прерывания, происходит переход на часть кода операционной системы, которая это прерывание обрабатывает так или иначе. И в конце обработки прерываний все обратно восстанавливается, все регистры процессора восстанавливаются, весь контекст исполнения восстанавливается. И возврат к исполнению текущей инструкции происходит с помощью специальной инструкции IRED, то есть инструкции возврата из прерывания. Таким образом, с точки зрения обычной программы, которая исполняется, прерывания полностью прозрачны. То есть, вообще говоря, мы не знаем, когда исполняется наша программа, было ли какое-то прерывание аппаратное между этой парой инструкций процессора или не было. То есть простого способа это узнать нет, но там какие-то побочные способы, наверное, есть. То есть процессор как бы выполняет обычный поток инструкций нашей программы, время от времени отвлекаясь на исполнение специального кода обработчиков прерывания в случае, когда ему поступает на специальный вход процессора запрос на прерывание. Изначально, когда обработчик прерывания начинает работу, все прерывания запрещены. И, ну, естественно, что это плохо, поскольку у нас внешних устройств много прерывания могут приходить и дальше. И как только процессор, как только программа операционной системы, ядрооперационной системы готова к приему других прерываний, конечно же, прерывания снова разрешаются специальной инструкцией разрешения прерывания. Что, откуда мы можем получать, вообще говоря, прерывания? Ну, для процессоров X86 у нас есть три источника прерывания. Есть внешние прерывания, которые у нас делятся на Non-Maskable Interrupt, которые обычно не задействованы сейчас. И прерывания от внешних устройств. Это внешние прерывания, настоящие внешние прерывания, которые срабатывают, когда на соответствующем входе процессора уже на материнском плате появляется сигнал, вызывают переход на обработчик и какую-то обработку обычных взаимодействий с внешним устройством. Но кроме настоящих внешних прерываний, у процессора есть еще внутренние источники прерывания. То есть механизм прерываний, он достаточно удобен, чтобы с помощью того же самого механизма прерывания обрабатывать не только внешние, но и внутренние события. Типичный источник внутренних событий – это разнообразные исключения, exceptions. Это ошибки при выполнении работы программы. Например, ошибка деления на 0, division by zero, приводит к тому, что процессор как бы вот в случае исключения процессор не завершает выполнение инструкции деления на 0, оставляет ее как бы невыполненной. Дальше выполняет стандартную последовательность действий при инициации прерывания и передает управление на обработчик прерывания деления на 0. Дальше уже задача обработчика как-то там отреагировать на эту программную ошибку. Самый простой вариант – это завершить программу. Более сложный вариант, который мы с вами будем потом рассматривать, как мы можем сами в нашей программе обрабатывать такие события деления на 0 при нашей программе с помощью сигналов. То же самое относится к исключению PageFold. Исключение PageFold возникает тогда, когда по каким-то причинам, там много разных вариантов, процессор не может, то есть обращение к процессору к определенной ячейке виртуального адресного пространства удовлетворено быть не может. Процессор выбрасывает исключение PageFold перед управлением ядро операционной системы и дальше происходят какие-то действия, связанные с управлением виртуальным и физическим адресным пространством. Тоже мы об этом чуть поговорим чуть позже. И прочие разнообразные фатальные и не очень фатальные ошибки. И третий тип исключения это программное исключение. Это то же самое, то, что мы с вами уже сталкивались. Это инструкция int n, где n произвольный номер. Просто у нас есть в процессоре инструкция, которой мы можем вызвать программное прерывание. естественно, это зависит от архитектуры. На x86 у нас есть 256 различных типов прерываний, в общем-то, это сейчас более чем достаточно для всего. И для каждого из этих 256 типов прерываний мы можем установить отдельную под программу отдельный обработчик прерывания. Традиционно вот эта вот таблица обработчиков прерываний называется вектор прерываний. Исторически на старых процессорах, ну и на самом деле на каких-то очень простых процессорах и сейчас, вектор обработчиков называется с адресом 0. И в легоси режиме процессора x86 тоже вектора обработки прерывания лежат начиная с адреса 0. Соответственно, там у нас первые адреса в нашем адресном пространстве. Это адреса обработчиков прерываний для разнообразных хардварных и программных прерываний. То есть если там какой-то совсем легоси вспомнить, какой-нибудь там MS-DOS, где у нас было прерывание IN21H, которое отвечало за так называемые системные вызовы MS-DOS. Соответственно, MS-DOS работал в реальном режиме, и где-то там вектор прерывания 21 находилась точка входа в операционную систему MS-DOS, где-то в начале адресного пространства. В защищенном режиме таких ограничений нет, то есть в современных операционных системах обработчики прерываний, таблица обработчиков прерываний может располагаться где угодно, она настраивается в регистрах процессора. Типичные программные прерывания это INT-O, у нас есть специальная инструкция INT-O, которая триггерит прерывание с номером 4 в случае, если флаг OF установлен. То есть получается простая логика, что если мы, например, выполнили сложение целочисленное и хотим аварийно завершиться в случае переполнения, ну, как там бывало в разных легоси языках типа Pascal, то мы можем просто после операции сложения, например, добавить инструкцию INT-O, INT-overflow, которая вызовет прерывание с номером 4 в случае, если флаг OF overflow установлен. Инструкция INT-O в кодировке x86 занимает 1 байт. Точно так же у нас есть специальная инструкция с номером INT-3, которая, в отличие от всех прочих инструкций INT, тоже занимает 1 байт в потоке инструкции процессора. И INT-3 это специальная инструкция, которая используется дебаггерами. для, как breakpoint, то есть если дебаггеру нужно поставить breakpoint в каком-то месте программы, то дебаггер сохраняет вот тот байт, который был в тексте программы раньше, в коде программы раньше, записывает туда 1 байт инструкции INT-3, она тоже специально в кодировании занимается 1 байт. Ну и когда процессор доходит до выполнения этой инструкции, у него процессора вызывается прерывание с номером 3, которое потом перехватывается отладчиком, и мы попадаем, например, обычно мы попадаем в диалог ввода команд отладчика. То есть сработал breakpoint, программа приостановилась, управление было передано в отладчику, в отладчик мы там можем дальше отмаживаться. Это такие особые виды программного прерывания. Ну и, соответственно, вот списочек здесь превьюн, то есть 0 это деление на 0, 3 breakpoint я сказал, 4 overflow, особенность вот этих вот прерываний 3 и 4, что инструкция занимает 1 байт вместо обычных 2. Инструкция, прерывание с номером 6, это неверный код операции, когда процессор пытается выполнить какой-то мусор, там данные какие-то, возможно, пытается выполнить. 13 general protection fold, 14 page fold. Вот page fold очень важный exception с точки зрения процессора, к нему мы будем еще возвращаться. И дальше с номера 32, и дальше уже находятся обработчики хардварных прерываний. Это вот так настроены прерывания внутри процессора. Но, естественно, что для обработки прерывания процессору нужна еще какая-то помощь со стороны, собственно, ну, со стороны, скажем так, материнской платы или там северного и южного моста, чтобы как-то там распределять, как-то прерывание их приоритизировать. То есть у процессора внутри нет механизма приоритизации. Вот этот механизм приоритизации, маршрутизация прерываний, он перенесен на некоторые, ну, такое, скажем так, внешнее устройство, в кавычках, которое называется programmable interrupt controller, то есть программируемый контроллер прерываний. Их много поколений прошло. Есть APIC, самый старый, есть EPIC, теперь есть signaling interrupts, ну и так далее. Каждый из них берет на себя часть функционала для эффективной и обработки прерываний от внешних устройств. Соответственно, если сказать о самом простом, об APIC, то он позволяет отображать 16 аппаратных внешних прерываний на одно процессорное прерывание. Ну, то есть, если совсем просто, у нас есть много внешних устройств, от каждого из которых есть отдельный сигнал на прерывание, а на вход в процессор в итоге приходит один сигнал прерывания вообще. И вот эту вот приоритизацию или там определение номера прерываний берет на себя контроллер прерываний. Вот, предположим, у нас есть 16 внешних устройств, 16 входных линий от внешних устройств. Они все идут на вход в схеме контроллера прерываний, и уже дальше сам контроллер отправляет одно из них дальше уже на вход в процессор. Вот эти вот аппаратные прерывания называются Interrupt Request 0, Interrupt Request 15. И Programable Interrupt Controller их отображает на прерывание процессора программируемым образом. Например, на прерывание IN32, IN47. То есть, причем процессор, с точки зрения процессора, APIC является внешним устройством, с которым процессор взаимодействует с помощью портов фото-вывода, и процессор может настраивать, как он хочет обрабатывать прерывания. Например, там процессор может замаршрутизировать прерывание ARQ15 на IN32, а ARQ0 на IN47. Это все уже настраивается. Отсюда, собственно, название Programable Interrupt Controller. Соответственно, задачей Programable Interrupt Controller является и маршрутизация прерываний, есть у нас несколько ядер, и приоритизация, и блокировка, пока процессор занят обработкой прерываний. Ну, собственно, что такое маршрутизация? У нас у современных процессоров есть 3, 4, 4 или 8, может быть, 16 ядер, которые работают параллельно, аппаратно-параллельно. И мы можем захотеть, операционная система может захотеть, например, сделать так, что из всех ядер, например, на прерывание от сетевого адаптера будет всегда отправляться на ядро 3, прерывания от видеоадаптера будут всегда отправляться на ядро 5, остальные прерывания как-то будут там поровну делиться между ядрами 1 и 7, например, так. Соответственно, нам нужно запрограммировать Programable Interrupt Controller, чтобы соответствующие прерывания отправлялись на соответствующие ядра процесса. Это нужно с точки зрения эффективности, ну и с точки зрения, чтобы пользовательские программы все-таки работали как можно более эффективно, поскольку, как бы мы эффективно не делали, все-таки прерывание достаточно сильно тормозит выполнение программы из-за того, что мы вынуждены переключать контекст исполнения. То же самое приоритизация. То есть у нас могут быть высокоприоритетные прерывания, там, например, от сетевого адаптера могут быть низкоприоритетные прерывания, от USB, например, контроллера. Их мы можем выдавать на разные ядра в разном порядке. Соответственно, если совсем просто тоже сказать, когда API отправляет дальше, то есть ему пришел, у него есть какая-то, условно говоря, очередь из прерываний, которые ему пришли от внешних устройств, он взял из этих прерываний какое-то одно и уже отправил его дальше в процессор с помощью установки соответствующего контакта процессора, там в низкое, то есть сброса в ноль низкого соответствующего контакта процессора. Процессор что-то там доработал, переключился на обработчик, что-то там обрабатывает. И интерапт-контроллер сам тоже блокирует отправку дальнейших прерываний в процессор. То есть мало того, что процессор сам блокирует прием дальнейших прерываний от API, точно так же и API блокирует отправку дальнейших прерываний в процессор, пока там процессор сам не разберется, что ему нужно делать. И центральный процессор должен сам явным образом разрешить API отправку прерываний дальше. Ну, соответственно, тут простейший такой фрагмент. Обычно APIC, Legacy APIC, все-таки, ну, это совсем базовое устройство, без которого вообще ничего, мало чего можно сделать с оборудованием. Поэтому APIC отображается на пространство регистров водовывода. Управляющий регистр APIC находится по адресу 20 в пространстве водовывода. Ну, и в порт 20 мы выводим, в порт шансеричное 20 мы выводим шансеричное значение 20. Таким образом, разрешая дальнейший прием прерывания. Ну, и вот если мы возьмем реальные процессоры, реальные операционные системы, то у нас как-то вот эти прерывания будут накапливаться и обрабатываться. Например, на Linux у нас есть такое вот псевдоустройство, псевдофайл, который называется ROTS Interrupts, где нам в текстовом виде выводится статистика прерываний, которые были получены и обработаны, собственно, во время работы процессора. Ну, вот эта виртуальная машина, соответственно, виртуальная машина работает в каком-то виртуализированном окружении. У нас есть APIC-контроллер, который обрабатывает прерывания, поступающие на процессы, ну, то есть виртуальный APIC-контроллер. Ну, и мы видим, что у нас вот есть контроллер клавиатуры 8042, так вот историческое называется. Там прилетело 77 тысяч прерываний от контроллера клавиатуры. Вот, например, real-time clock ничего не прилетело. Так вот, мы видим, как эти прерывания разбрасываются по ядрам CPU1, CPU2 и так далее. От жесткого диска есть прерывания, от системы виртуализации прерывания, от USB-контроллера прерывания, ну и так далее. Мы здесь видим какую-то статистику итоговую по прерыванию в рамках виртуальной машины. Ну, она простая, поскольку все-таки здесь виртуальная машина не работает с реальным оборудованием. Мы имеем дело с чем-то виртуализированным. Если мы посмотрим на реальное оборудование, там, конечно же, что-то будет чуть сложнее. Терапция. Ну, тут и ядер больше, здесь 8 ядер реальных. Это не виртуализированный просто процессор. Ну, и видим тут разные. PCI-Express у меня прерывания приходят на процессор. Вот разные счетчики. Вот прерывания от сетевого адаптера, в каком количестве пришли и так далее. То есть вот мы видим, что у процессоров современных огромное количество разных прерываний обрабатываемых, которые обрабатываются. Здесь у нас сетевая карта, сколько целая толпа прерываний. Прерывания, прошедшие через PCI-MSI-контроллер, то есть такой высокоскоростной контроллер прерываний. Все это в итоге обрабатывается для взаимодействия с судовым годом. Итак, я хочу сказать, что современная архитектура процессоров, ну и, соответственно, операционных систем, которые на этих процессорах работают, то, что обмен с внешними устройствами у нас асинхронный, процессор выполняет какие-то задачи, которые, допустим, пользовательские процессы, либо процессор просто спит, выполняя соответствующую инструкцию ожидания и не потребляя электроэнергию. И когда приходит прерывание от внешнего устройства, выполняется соответствующий фрагмент кода процессора, ядра операционной системы, и уже обменивается данным с внешним устройством. То есть в каком-то смысле работа процессора управляется теми прерываниями, которые к нему приходят из внешнего устройства. Это первое, что нужно сказать к тому, что в самодействии процессора с устройствами будет. Вторая вещь. У нас вот в той схеме, в которой я показал в самом начале, в которой мы работаем с клавиатурой, получается, что весь обмен данными между устройством и клавиатурой проходит через центральный процессор. То есть там, если мы хотим сочетать данные с клавиатуры, мы дожидаемся готовности данных, потом выполняем инструкцию чтения из регистра данных клавиатуры, значение, считанное, попадает в регистр процессора, и дальше мы уже вольны с ним работать как хотим. Традиционно, если мы возьмем Legacy BIOS, то при клавиатурном прерывании очередной скан-код считанного символа добавлялся в кольцевой буфер размером 16 байт, дальше, чтобы он был обработан дальше операционной системой или каким-то кодом. Переслать. Получается, что каждый байт, который был принят из устройства, у нас проходит через центральный процессор, и мы тратим несколько инструкций, чтобы этот байт даже получить. В случае, когда устройство имеет очень большую скорость, будь то это какой-нибудь гигабайтный Ethernet, будь то это SSD-диски современные, высокоскоростные, накладные расходы на передачу каждого байта через центральный процессор становятся слишком большими. То есть, если предположим, что у нас какой-то внешний сетевой адаптер гигабитный, очень грубо предположим, что от гигабитного сетевого адаптера прилетает 100 мегабайт данных в секунду, то есть 100 миллионов байт данных в секунду. Если процессор будет каждый этот байт данных пропускать через себя, через классические инструкции in-out, то процессору нужно потратить 100 миллионов инструкций, реально больше, поскольку для ввода-вывода нам больше одной инструкции нужно. Там 200, 300, 400 миллионов инструкций, просто чтобы обработать поток данных, который поступает от сетевого адаптера. Получается, что тогда бы даже самый высокоскоростной процессор был бы почти полностью загружен приемом данных от гигабайтного Ethernet-адаптера и их последующей обработкой. У нас бы ни на что другое времени не оставалось. То же самое справедливо и для SATA дисков, которые тоже высокоскоростные, там SSD диски, работающие со скоростью гигабайтов в секунду. Поэтому нужно как-то разгрузить центральный процессор и нам нужно дать прямой доступ внешним устройствам в оперативную память. Это называется Direct Memory Access. Устройства, которые получают данные либо отправляют данные очень быстро, им разрешен напрямую доступ в память в обход центрального процессора. В обход центрального процессора, но, соответственно, в обход кэшей центрального процессора. То есть, если мы хотим, например, считать данные сетевого адаптера, то сетевой адаптер просто нам положит считанные данные куда-то сразу в оперативную память. И наоборот, при отправке данных сетевой адаптер заберет данные сразу же из определенного места оперативной памяти. Таким образом, центральный процессор освобождается. И центральный процессор может работать дальше, там, над вычислениями, поскольку у него там обычно все лежит в кэше. Даже центральный процессор, как мы знаем, достаточно редко обращается в память, поскольку в целом там 95-98% обращения памяти у него попадает в кэше. А в то время, когда процессор работает что-то там внутри себя и работает с кэшем, в принципе, высокоскоростные устройства могут работать с оперативной памятью напрямую, закачивая в нее данные или, наоборот, забирая из нее данные для отправки на кэш. И вот эта вот общая схема работы Direct Memory Access, она вот там вот так примерно вот здесь изображена. То есть у нас есть центральный процессор такой структуры, шина адреса, шина данных, управляющие всякие там, всякие команды. У нас есть то, что называется DMA-контроллер, то есть контроллер прямого доступа к памяти, который тоже является программируемым устройством. Центральный процессор может его программировать с помощью обычных регистров водовывода. И контроллер работает с памятью, и контроллер работает с шиной водовывода. Соответственно, когда какое-то устройство из внешних устройств запрашивает у DMA-контроллера прямой доступ к память, то, соответственно, DMA-контроллер разрешает, и уже те данные, которые будут выдаваться устройством на шину водовывода, там будет PCI-шина или Sataia, ну, или какая-то другая шина, они будут ловиться DMA-контроллером и отправляться напрямую в память. В процессор вот эти вот данные, которые выдаются на шину водовывода, они не пойдут. То есть процессор свободен для обработки, для расчетов, для обработки данных, а работает DMA-контроллер, прокачивая данные от устройства в оперативную память напрямую. И поэтому работа современных внешних устройств выглядит примерно так. Вот как у меня здесь простенький пример, как выполняется чтение блока данных с Sata диска или с SSD диска, то есть с внешнего устройства, с блочного внешнего устройства. У Sata или у SSD диска есть какое-то отображенное в адресное пространство управляющие регистры. Соответственно, центральный процессор в эти управляющие регистры записывает очередную команду. Команда может выглядеть так, то есть это некоторая последовательность байт, записывающая, которую центральный процессор записывает в Sata-контроллер. Это, например, считать сектор S, записать его содержимое в оперативную память по адресу M, и когда операция будет закончена, выдать прерывание. То есть это будет получаться некоторая последовательность байт, закодированная в соответствии с Sata-протоколом, которая записывается в управляющие регистры жесткого диска. Жесткий диск принимает эту команду и начинает ее выполнять. Процессор отправляет эту команду и идет дальше. То есть все с точки зрения процессора, обмен инициирован, и процессор может приходить к выполнению каких-то других операций. Дальше параллельно процессор будет работать над чем-то своим, а Sata-диск будет работать уже над операцией ввода-вывода. Соответственно, дальше уже Sata-диск будет исполнять эту команду. Если у нас это настоящий диск, то он там как-то будет головку позиционировать, всякие ожидания, ждать, пока она допозиционируется, ждать, пока там у него все прокрутится. Если это SSD-диск, то там все быстрее будет он произвольного доступа. В любом случае, так или иначе, сначала контроллер диска считает этот запрошенный сектор во внутренний буфер. Дальше контроллер диска запросит DMA-контроллер на разрешение прямого доступа к памяти в адрес M. Здесь, возможно, Sata-контроллеру нужно будет подождать, возможно, DMA-контроллер там чем-то занят другим. Но рано или поздно DMA-контроллер освобождается и принимает этот запрос от Sata-контроллера и разрешает копирование. То есть дальше дальнейшие протоколы взаимодействия уже. Sata-контроллер выдает на совершенно угоду вывода просто данные и они уже DMA-контроллером переносятся в память. Рано или поздно этот обмен пройдет. То есть все данные, которые были считаны с устройства, окажутся в памяти. Операция, так сказать, закоммитится. И только после этого Sata-контроллер отправит запрос в APIG или там MSI или EPIC в соответствующий контроллер прерываний о том, что операция закончена и что Sata-контроллер выполнил успешно или там неуспешно выполнил операцию. Запрос на прерывание поступает в контроллер прерываний APIG, EPIC и MSI. А дальше уже в соответствии с приоритизацией, как я уже говорил, контроллер прерываний выдает соответствующий запрос уже на процессор. Процессор завершает исполнение текущей операции, прерывается, переходит на обработчик прерывания готовности жесткого диска и дальше уже, например, ядро операционной системы копирует из соответствующей области памяти куда-то там пользователю или дальше уже данные считаны и начинается их дальнейшая обработка. В этой схеме у нас максимально параллельно работает Sata-контроллер, DMA-контроллер и, собственно, процессор. Более того, в принципе, если у нас есть сетевой адаптер, если у нас есть Sata-диск, если у нас там есть несколько Sata-дисков, то они все могут работать параллельно. Каждому из них центральный процессор выдал команду отправить что-то оттуда, считать что-то туда, они все как-то там внутри себя это переваривают и работают. Процессор занимается своим, внешние устройства занимаются своим. Каждый раз по готовности внешние устройства генерируют, выкидывают прерывания, которые уже нотифицируют процессор о том, что операция водовывода так или иначе готова. Собственно, вот такая более-менее современная схема взаимодействия процессора с внешними устройствами. Ну и в итоге у нас на самом деле процессор, который не занимается все время операций ввода-вывода, он достаточно свободен, чтобы уметь обрабатывать даже несколько программ одновременно. Даже в случае, когда у нас есть одно единственное ядро, я не говорю пока даже о случае нескольких ядер, даже в случае одного и того же ядра процессор может организовать выполнение нескольких программ одновременно, то есть перекрывается по времени, с перекрытием по времени. Почему это возможно? потому что потому что когда, например, какому-то процессу, какой-то программе нужно инициировать операцию ввода-вывода, процессор вот таким вот образом настраивает внешние устройства, которые работают параллельно. Программа сама ждет завершения ввода-вывода, а процессор оказывается свободный для выполнения другой программы. То есть пока у нас одна программа ждет ввода-вывода, другие могут выполняться и так далее. То есть в целом у меня вот если посмотреть на список процессов, которые у меня отображаются при загрузке операционной системы, там сотни или даже две сотни процессов уже работают в моем компьютере, даже в одноядерном компьютере. И этого мы не замечаем, потому что почти все время, 99,9% времени все эти процессы, все эти работающие программы, они ждут какой-то операции ввода-вывода. И вот такая схема обработки, схема работы процессора называется мультипрограммирование. То есть это организация выполнения нескольких программ с перекрытием по времени на одном компьютере, точнее скажем на одном ядре процессора. Или на нескольких ядрах. Соответственно нам нужно тогда у нас возникает задача, память у нас все-таки одна, программ мы хотим запускать много, и нам нужно как-то корректно правильно распределять оперативную память между разными программами. Во-первых. Во-вторых, у нас все-таки даже в случае одного ядра нам нужно распределять процессорное время. То есть выполнять кусочки программ разных на процессоре более-менее так, чтобы это все работало условно-честно. То есть у нас не было одной программы, которая живет весь ЦПУ, а другие программы простаивали. Нам нужно уметь распределять время центрального процессора. Ну и что мы с вами только что обсуждали, нам нужно уметь управлять внешними устройствами и организовать доступ к внешним устройствам. В конечном итоге, естественно, что это программы взаимодействуют с внешним устройством. То есть это программы у нас какие-то полезные данные пишут на диск. А вот задача операционной системы организовать эту запись полезных данных на диск, чтобы все было корректно, чтобы все работало. какой бы кривой диск у нас не было. И чтобы можно было нормально, корректно реализовать мультипрограммный режим на современных процессорах, у нас есть некоторые требования, что мы хотим, чтобы наш процессор умел делать. Это требования к аппаратуре для организации мультипрограммного режима. И обычно вделяется четыре пункта, четыре требования, чего мы хотим от процессора, чтобы мы могли написать нормальную операционную систему, которая бы нормально поддерживала мультипрограммный режим. Первое требование это поддержка прерываний, вот то, что я сейчас описывал, чтобы мы могли эффективно управлять внешними устройствами и эффективно получать от них нотификации, когда какой-то обмен внешнего устройства завершился. Второе требование, ну и его иногда делать под пунктом первого, это наличие некоторого таймера или программируемого таймера, чтобы процессор мог как-то внешним образом отчитывать время, то есть чтобы периодически управление бы передавалось в ядро операционной системы и там периодически бы ядро операционной системы выполняло разные задачи по управлению собственно компьютером. минимум, что нам нужно, чтобы мы могли справедливо время распределять между программами, ну у нас есть разные там всякие системные вызовы, типа ожидания наступления какого-то момента, тоже они рассчитывают на таймер, но естественно у нас есть какое-то реальное время, которое тоже мы хотим обычно отчитывать в рамках нашей работающей системы, тоже нам для этого нужен таймер. поэтому таймер это какой-то такой подвид прерывания, это периодическое прерывание, которое нужно для того, чтобы операционная система корректно выполняла свои задачи. Дальше следующее требование это защита памяти, в целом она нужна, чтобы поскольку мы одновременно программы запускаем с перекрытием по времени и все программы так или иначе размещаются в одной оперативной памяти, нам очень важно, чтобы программа была помещена в некоторую так скажем песочницу, чтобы она могла работать только со своей памятью и не могла работать с памятью других процессов или с памятью операционной системы, потому что в противном случае это вообще мультипрограмма стеряет смысл. Если у нас просто по ошибке мы можем уничтожить операционную систему или намеренно можем уничтожить операционную систему, это как бы неинтересно. Здесь нормальной операционной системы так не сделаешь. Поэтому защита памяти тоже одно из необходимых требований ну и последнее что нам нужно поскольку очевидно что и прерывание таймер и защита памяти это есть некоторые привилегированные операции которые манипуляции с которыми не должны быть доступны обычным программам то нам нужен некоторый специальный режим у процессора называемый режим супервизора который ограничивает возможности обычных процессоров по обычных процессов обычных программ прошу прощения по управлению внешними устройствами управлению самим процессором то есть все эти операции которые могут повлиять на функционирование операционной системы в целом компьютер в целом внешних устройств они являются привилегированными и для обычной программы просто запрещены получать это опять-таки нам необходимо чтобы какая-то по ошибке либо злономеренно программа не уничтожила вообще наши другие программы и там не сломала бы устройство в лучшем случае и вот эти четыре требования которые здесь перечислил это прерывание таймер защиты памяти супервизор режим супервизора они нам необходимы для реализации нормальной современной операционной системы защита памяти мы поговорим то есть о прерывании хай таймере мы уже как-то проговорили о защите памяти мы вернемся чуть попозже к этому ну а режим супервизора на x86 он называется еще и защищенный режим protected mode еще он называется kernel mode то есть вот такие вот термины означающие одно и то же по сути это некоторый специальный режим процессора в котором процессор имеет полные возможности по управлению своими настройками и по управлению внешним устройством это вот режим супервизора или защищенный режим или привилегированный режим или режим ядра kernel mode все это одно и то же собственно режим в котором можно все x86 по историческим причинам он чуть-чуть когда процессор включается когда у него у него проходит сигнал reset аппаратный то есть когда вообще полностью начинается работа процессора он начинает работу в 16-битном реальном режиме даже не защищенную пока еще и его нужно сначала переключить в 64-битный режим это 32-битный режим потом уже переключить защищенный режим и для x86 вот этот вот код сэмпл для включения защищенного режима вот он как-то вот таким вот образом выглядит у нас регистр сир 0 control register zero в нулевом бите содержит бит включения защищенного режима соответственно задача программы подготовить необходимые структуры данных тсс там гс гс настроить подготовить начальный таск для работы уже защищенном режиме подготовить таблицу page table для защищенного режима потом переключить процессор защищенный режим мы устанавливаем бит и нулевой бит и переслаем я x в системный регистратор процессор переходит защищенный режим то есть любой загрузчик операционной системы на x86 он рано или поздно вот после того как все системные структуры данных уже подготовлены процессор переключается защищенный режим и дальше уже начинает работу в вот в защищенном режиме уже дальше до настраивая уже оборудование у процессор x86 зачем ну никогда это не используется но у него есть так называемых три кольца защиты 0 это кольцо защиты с максимальными привилегиями то что я вот сказал супервизор мод либо кирнул мод либо вот проект мод и 3 это юзер мод это наиболее наименее защищенный собственно режим в котором обычно исполняется поиски программ надо сказать то что вот здесь это все условно говоря вот это вот кольца защиты без виртуализации а виртуализация по сути в своей сделано так что это некоторый супер защищенный режим поверх защищенного режима то есть с точки зрения а вот процессора есть специальные инструкции которые переводят процессора режим гипервизора и с точки зрения как леса защиты над нулевым нулевым кольцом защиты еще минус первое кольцо защиты которая уже вот сонгаря работа режиме гипервизора то есть мы по сути целиком ничего нового концептуально не сделали но просто еще добавили некоторую оболочку новые новый уровень защищенности вот этот вот новый уровень виртуализации поверх существующих уровней защиты которые у нас уже были в процессе но я надеюсь к этому тоже постараюсь вернуться чуть позже к точке более подробно поговорить про про виртуализацию поиски режим соответственно он отличается тем что в принципе все прелегированные инструкции в нем запрещены и а попытка исполнения прелегированные инструкции вызывает и исключение general protection fault с номером 13 партам ввода вывода можем запрещать или разрешать тонко настраивать доступ к пользователю процесса к портам ввода вывода для этого у нас есть специальный task state segment в котором есть карта доступных адресов ввода вывода вектора обработки прерывания находятся в системном режиме интеракт ну в системной регистре idtr они не находятся адреса 0 находится там туда куда их положил в гидрооперационной системы ну и когда у нас происходит когда у нас приходит прерывание в пользовательском режиме процессор автоматически переключается в привилегированный режим и в этом случае все регистра процессора сохраняются не в стек а в специальный tss сегмент регистры он же включает себе esp там я и пи сс с и сс и так далее все регистры сохраняются в тсс и из тсс же забирается регистр системного стека и происходит переход на обработчик прерывания то есть когда приходит прерывание в полисском режиме процессор автоматически переключать в привилегированный режим и автоматически переключается в привилегированный стек то есть у каждого то есть вообще говоря у процессора есть несколько стеков на каждый уровень защиты используется секс который мы привыкли работать в котором находится там параметры вызов адреса возврата но есть привилегированный стек который используется уже тогда когда нам приходит прерывание когда процессор в привилегированном режиме обрабатывать вот ну и мы на самом деле уже подошли к понятию что такое операционная система в целом операционная система это комплекс взаимосвязанных программ управляющих аппаратурой компьютера и предоставляющих услуги для поисковских программ в том числе включая в себя интерфейс для взаимодействия с человеком операционная система состоит из загрузчика задача которого на холодном железе его проинициализировать и загрузить ядро операционной системы ядра операционной системы и разнообразных системных утилит которые обычно в располагаются в файловой системе виде отдельных исполняемых файлов. То есть вполне логично считать баш команду или команду ls частью операционной системы. Ядро операционной системы это самый главный, самый важный ключевой компонент операционной системы. До этого, если вы обратили внимание, я иногда говорил ядро операционной системы и сразу очень часто уточнял, что именно ядро операционной системы. То есть просто операционная система говорил и уточнял, что это ядро операционной системы. Так вот, ядро операционной системы – это самый важный компонент, который и исполняет основные функции. Он управляет компьютером, распределяет ресурсы компьютера между процессами, изолирует процессы друг от друга, изолирует, возможно, виртуальные машины друг от друга, предоставляет обобщенный интерфейс, который не зависит от аппаратуры всем работающим процессорам. Собственно, и поэтому, чтобы выполнить все эти задачи, управление компьютером, изоляция процессов и предоставление универсального интерфейса, ядро операционной системы находится в памяти все время работы, от момента включения после загрузки до момента выключения, и ядро – это единственная программа, которая работает в предъявленном режиме. Все остальные процессы в операционной системе работают уже в пользовательском режиме. В частности, и процессы, которые выполняются от пользователя root, тоже работают в пользовательском режиме. Но, естественно, что с другими правами. Если более детально рассмотреть компоненты ядра операционной системы, то мы можем в нем выделить интерфейсную часть. Это точка входа со стороны пользовательских программ, это интерфейс системных вызовов. Это планировщик, это компонент операционной системы, который управляет распределением времени центрального процессора между работающими программами. Это управление физической и виртуальной оперативной памятью, это файловая система, это разнообразное управление внешними устройствами, драйвера внешних устройств, всякие буферы и так далее. Это сетевая подсистема, стек протоколов разного уровня и так далее. Я здесь некоторые компоненты выделил, их, в принципе, больше. И если сверху, со стороны пользовательской программы, у нас есть интерфейс системных вызовов, с которым уже работают пользовательские программы для обращения к ядру и для запроса сервиса ядра. А снизу, тогда, когда ядру нужно работать с какой-то конкретным оборудованием, ядро с каждым конкретным оборудованием работает с помощью драйвера. Если мы сейчас говорим о монолитных ядрах, а мы пока говорим о монолитных ядрах, то драйвер – это некоторая программа. Она может загружаться при загрузке операционной системы, может загружаться по требованию, может выгружаться. То есть, в принципе, она не обязана все время находиться в оперативной памяти. Она находится в составе ядра операционной системы и работает в защищенном режиме внутри ядра операционной системы. Драйвера разбиваются по классам. Там у нас есть класс драйверов файловой системы, класс драйверов сетевых адаптеров, класс драйверов видеокарт, класс драйверов дисков и так далее. И задача драйверов – это скрыть специфику конкретной реализации конкретного устройства от ядра операционной системы. То есть ядро операционной системы в конечном итоге работает с некоторыми обобщенной файловой системой. Ядро операционной системы работает с некоторой обобщенной сетевой подсистемой, а уже с конкретной файловой системой, будь то это X4, BTRFS, XFS, может быть даже VFAT, уже работает конкретный драйвер. То есть ядро отправляет данные на сетевой адаптер вообще, а уже драйвер сетевого адаптера уже работает конкретно сетевым адаптером Intel, сетевым адаптером MaxCom, Wi-Fi, там что нужно. То есть драйвер скрывает все специфику конкретного оборудования, предоставляя уже ядру операционной системы некоторый обобщенный интерфейс для работы с этим оборудованием. Точно так же, как и само ядро уже операционной системы предоставляет поиским процессам некоторый обобщенный интерфейс для работы с внешними устройствами вообще. Ну и вот, если мы посмотрим на структуру ядра Linux, ну тут у нас вот есть что? У нас есть UserSpace, то есть пространство пользователя, процессы, которые работают в пространстве пользователя. Они взаимодействуют с ядром операционной системы с помощью интерфейса системных вызовов. Вот это вот у нас, собственно, то, что у нас помещается внутрь ядра. Вот это вот у нас разнообразные уже аппаратные устройства, процессор, память, всякие диски, терминалы, адаптеры, все что угодно. И вот у нас есть большие подсистемы внутри ядра Linux. Это подсистема управления процессорами, подсистема управления памятью, подсистема файловая система, блочные устройства, символьные устройства, подсистема драйверов символьных устройств, подсистема сетевых протоколов, подсистема сетевых драйверов, сетевая подсистема в целом. И все это у нас собирается в такое монолитное, но все-таки модульное ядро Linux, которое работает все в защищенном режиме и как-то там внутри себя уже выполняет различные запросы от пользователя и обрабатывает различные прерывания на различные запросы от оборудования. Ну и в дальнейшем мы на некоторых из этих подсистем установим все подробнее и рассмотрим, как это все устроено, как это все там, ну, на совсем базовом уровне, как это все работает. Так, давайте мы сейчас с вами сделаем перерыв, давайте до 11.10. И дальше уже продолжим, перейдем к рассмотрению одной из подсистем современных операционных, современных POSIX-ориентированных операционных систем. Есть ли у вас вопросы? Тогда перерыв. Итак, файловая система. Вообще говоря, вот файловая система, понятие толпающиеся двояко, то есть два смысла можно вкладывать в понятие файловая система. Первое – это файловая система, это некоторый фиксированный, документированный или не очень формат хранения данных на носителе. Например, у нас есть, когда мы говорим, что у нас флешка отформатирована как FAT32, этот раздел жесткого диска отформатирован как NTFS, а этот как X4. Мы в этом случае подразумеваем, что у нас данные, которые хранятся на соответствующем носителе, сформированы в соответствии с описанием файловой системы. То есть у нас там есть некоторые типовые структуры данных, там суперблок, область индексов-рестриторов, область блоков данных, запись в каталогах, которые более-менее похожи у всех файловых систем, но немного отличаются. Там NTFS вообще-то достаточно свое все, у FAT32 свое все. То есть когда мы говорим о файловой системе, мы таким образом понимаем как некоторый формат хранения данных. Точно так же, аналогично, когда мы говорим, например, об mp3 файле, мы подразумеваем некоторый формат хранения данных. В этом смысле каждый формат имеет свои особенности, разные ограничения, разные размеры, длину имени и так далее. И любая операционная система более-менее умеет работать с носителями, отформатированными в разных форматах файловых систем. Для работы с соответствующим форматом файловой системы используется драйвер, соответствующий файловой системы. Например, у нас в ядре Linux есть драйвер X4, есть драйвер VFAT, драйвер BTRFS и так далее. Это первое понимание файловой системы. Файловая система как формат хранения данных. Второе понимание файловой системы. Файловая система как некоторый компонент ядра операционной системы, который отвечает за доступ к файлам. Файловая система предоставляет API, то есть Application Programmer Interface, для работы с файлами и файловой системы, который мы видим на уровне задокументированных системных вызовов. То есть API для POSIX-ориентированных операционных систем – это набор системных вызовов для работы с файлами и файловой системы. Другая часть ядра – это драйвера конкретных файловых систем. Собственно, во втором понимании, что файловая система как компонент ядра операционной системы, мы дальше сейчас на это и посмотрим. Какие вообще у нас мы можем сформулировать требования к файловым системам и к форматам данных, и к операционным системам, которые управляют хранением данных в этих форматах? Первое требование – это, конечно, Persistence. То есть в целом мы хотим, чтобы данные сохранялись после окончания и одного процесса, или после остановки операционной системы, и были бы энергонезависимыми. Причем мы хотим в современных файловых системах, чтобы данные имели огромный размер, там терабайты, экзабайты, может быть, как и отдельный файл, так и файловая система суммарно. То есть у нас объем обрабатываемых данных все время растет, и в принципе для каких-то совсем то, что называется big data, мы уже намного вышли даже за пределы того, что может хранить одна отдельно взятая файловая система. Просто у нас уже данных больше, мы ее в принципе не можем поместить на один диск. И все это должно работать эффективно, как с точки зрения скорости поиска данных на диске, то есть операция поиска файла, операция открытия файла должна быть достаточно эффективна. Точно так же после того, как у нас файл уже открыт, операция уже доступа к данным в этом файле тоже должна быть максимально эффективна. Если у нас операционная система многопользовская, а у нас все операционные системы многопользовские, то на уровне файловой системы должен поддерживаться разделение прав доступа и авторизация для выполнения операции. Кроме того, должно поддерживаться квотирование, то есть ограничение потребления ресурсов со стороны одного пользователя или одного процесса, чтобы ни один процесс или ни один пользователь не смог бы съесть, занять с собой всю файловую систему и таким образом помешать работе других процессов или пользователей. Ну и, конечно же, файловая система должна быть устойчива и к программному, и к аппаратному сбою. То есть по возможности ни программный, ни аппаратный сбой не должны приводить к каким-то фатальным потерям данных, ну даже и отдельного содержимого файла, как максимум, а как минимум мы не должны терять общие метаданные файловой системы, там структуру каталогов, занятые свободные блоки и так далее. И ядро операционной системы пытается решить все это теряемление к файловым системам, и чтобы было удобно уже прикладным программам, предоставляет им некоторый стандартизированный интерфейс. Если мы говорим о POSIX-ориентированных операционных системах, то мы будем говорить, что ядро операционной системы предоставляет процессам некоторой POSIX API для работы с файлами и файловой системой. И мы с вами в дальнейшем чуть-чуть этот POSIX API рассмотрим. И POSIX API – это стандартизированный интерфейс между пространством пользователя UserSpace и привилегированным режимом пространства ядра KernelSpace. Собственно, если мы хотим работать с файлами, мы готовим аргументы, заносим их в регистры, например, в соответствии со стандартным соглашением о исполнении системных вызовов. Такое, что там EX, EBX и CX аргументы. EX номер системного вызова, EBX и CX аргументы и так далее. И сам системный вызов int 86-ти ричные. И в дальнейшем ядро более-менее стандартизировано, то есть в соответствии со стандартом POSIX и его разными вариациями нам этот системный вызов отрабатывает. На уровне уже внутри ядра, как я сказал, у нас есть различные, достаточно сильно непохожие файловые системы. NTFS достаточно сильно отличается от VFAT, они отличаются от X4. И здесь вот на уровне ядра операционной системы у нас есть драйвер конкретной файловой системы, который реализует интерфейс Virtual File System внутри ядра операционной системы. То есть вот здесь вот с помощью интерфейса Virtual File System в Linux проходит граница между ядром как таковым, то есть между ядром ядра, ну там совсем главной частью, и уже конкретными драйверами файловой системы. То есть POSIX API условно говоря сверху, Virtual File System условно говоря снизу. Это первое, что нам предоставляет ядро операционной системы. Дальше еще ядро операционной системы управляет ресурсами, выполняет разрешение прав доступа объектам файловой системы, кватирует ресурсы файловой системы. И кроме того, ядро файловой системы может и частично выполняет арбитраж одновременного доступа к объектам файловой системы. Какие-то оно дает гарантии от омарности иногда, как-то, если у нас несколько, два процесса одновременно попытались выполнить какую-то конфликтующую файловую операцию, ядро каким-то образом разруливает, как этот конфликт будет разрешен. То есть вот эта вот поддержка параллельной работы нескольких процессов над одними и те же объектами файловой системы, это тоже задача ядро операционной системы. Основная абстракция файловой системы – это файл. Собственно, ну, не знаю, давать на определение файла, наверное, не особо осмысленно, но можно сказать, что файл – это некоторый именованный и поименованный набор данных. Что на самом деле не совсем так, поскольку, если мы говорим о поискс-ориентированных файловых системах и поискс-ориентированных операционных системах, именованный набор данных – это называется регулярным файлом. А с точки зрения Unix или поискс-ориентированных систем файл – это то записи, о чем у нас есть в файловой системе. То есть, так говоря, технически под файлом мы можем понимать просто некоторую запись в каталоге, которая, в общем-то, может быть самого разного типа. Да, у нас есть именованные наборы данных – это регулярные файлы. У нас есть каталоги, в принципе, которые тоже являются именованными наборами данных, но которые имеют специальную структуру, прямой доступ к которым нам запрещен. Мы работаем с файлами-каталогами только посредством системных вызовов. И которые имеют специальную системную обработку внутри ядра. У нас есть файлы устройства, блочные устройства и символьные устройства, которые нам на самом деле не хранят никаких данных, а дают нам доступ к точку входа в драйвера соответствующих устройств. У нас есть символические ссылки, то есть алиасы на какие-то другие имена в файловой системе. У нас есть FIFO-каналы именованные, у нас есть сокеты, то есть у нас есть записи в файловой системе, с помощью которых мы можем взаимодействовать, то есть мы можем отправлять данные другим процессам или принимать данные от других процессов. Это FIFO и сокеты. То есть вот эта вот такая вот концепция того, что у нас лежит в файле, она немного шире, чем просто, что файл – это именованный набор данных. Поэтому в дальнейшем можно сказать, что файл – это есть некоторая запись в каталоге или то, что мы можем открыть с помощью системного вызова Open. Если мы хотим работать с регулярным файлом, то есть если мы хотим работать с файлом именно как с именованным набором данных, я буду говорить, что это регулярный файл и как-то из ситуации отслеживать отдельно. Соответственно, вот именно там самый основной тип хранения данных – регулярный файл. Как я уже сказал, он содержит данные хранящиеся на устройстве в блоках данных. Забегая вперед, я скажу, что вообще говоря, файловые системы в POSIX-ориентированных операционных системах могут находиться только на блок-ориентированных устройствах. Соответственно, и файлы у нас хранятся поблочно. То есть даже файл размера 1 байт, ну, как правило, будет занимать целый блок нашей файловой системы. Это в зависимости от настроек файловой системы. Может быть, 4 килобайта, может быть, 2-1 килобайт. Файл в Unix-системах рассматривается как поток байт. Ядро операционной системы не предполагает какой-то определенной структуры этого потока байт, просто поток байт. Структурирование данных, проверка корректности, форматирование, трансляция из одного формата в другой. Вот эти все задачи уже обработки этого потока байт, которые предоставляет ядро операционной системы, они все возлагаются на пользовательский режим. То есть уже программа пользовательского режима определяет, что, например, у меня GIF-файл, или там AV-файл, или там WAV, и в зависимости от этого ведет дальнейшую обработку. Единственное исключение здесь, наверное, это будут файлы, которые ядро должно загружать на выполнение. Это там скрипты или ELF-файлы. То есть вот да, внутри ядра операционной системы есть загрузчик ELF-файлов, который уже конкретно проверяет корректность формата ELF и загружает в адресное пространство программу в соответствии с ELF-заголовками файлов. Для Linux это ELF, для Mac OSI это Mac O, для Windows это PE и так далее. То есть все-таки, наверное, вот это вот такой единственный случай, когда все-таки ядро как-то в содержимое файлов заглядывает, только для того, чтобы загрузить на исполнение. В остальных случаях ядру неважно, что в файле хранится. У нас файловая система, естественно, что может содержать большое количество файлов, и, естественно, нам нужно как-то их уметь идентифицировать. И тут мы должны выдвигать разные требования к идентификации файлов в зависимости от того, на каком уровне, собственно, работы мы это все рассматриваем. Если мы берем просто файловую систему самую по себе, неподключенную просто, которая у нас на диске, то там у нас есть как-то вот корневой каталог этой файловой системы, и дальше уже от корневого каталога этой файловой системы там есть подкаталоги, и рано или поздно мы добираемся до этого файла. Но когда мы уже работаем в рамках файловой системы в загруженной операционной системе, в работающем ядре, работающее ядро выстраивает единую иерархию имен для всей совокупности файловых систем, которые в этот момент у нее активны. То есть понятно, что у меня может быть там какой-то диск, на котором расположена корневая файловая система, потом я открыл флешку, потом какой-то у меня был седевой диск, потом еще что-то там у меня появилось. То есть у меня, вообще говоря, в один момент времени есть много файловых систем, работающих вот в рамках много подключенных файловых систем открытых. И ядро прозрачно для нас отображает их в дерево каталогов, так как если бы у нас была одна файловая система вообще. То есть у нас есть некоторый общий корень, слэш для всех файлов файловой системы. И дальше мы как-то там по этой иерархии каталогов ходим, и в какой-то момент, возможно, мы будем переходить из одной файловой системы в другую файловую систему, и ядро для нас делать прозрачно. Мы, в общем-то, нам не нужно делать никаких действий, когда мы, например, переходим на подключенную флешку. Вот это вот организация единого пространства дерево файловой системы, это тоже задача ядра операционной системы. Но внутри ядра, в общем-то, путь как текстовая строка, да, ядро использует путь как текстовую строку, но для ядра это скорее неудобно, поскольку операция сравнения пути, ну, так себе операция. К тому же мы знаем, что у нас есть хардлинки, то есть когда у нас несколько файлов, вообще говоря, имеют, один и тот же файл имеет разные имена, у нас есть симлинки, когда файл, по сути, содержит путь к другому файлу. И с учетом хардлинков и симлинков, работа с путями, в общем-то, достаточно такая непростая в ядре файловой системы. Поэтому внутри себя, внутри ядра файловой системы, все файлы идентифицируются по паре чисел. Первое число – это номер устройства, и второе число – это так называемый номер индексного дескриптора, то есть уникальный номер файла в каждой конкретной файловой системе. То есть получается, что по номеру от устройства и по номеру файла на устройстве ядро для себя однозначно определяет, с каким файлом оно работает. И так или иначе, вот эти все строковые пути, которые мы имеем на входе, когда мы, например, исполняем системный вызов Open для открытия файлов, они все внутри ядра операционной системы транслируются в пару номер устройства, номер файла на устройстве. Ну и когда уже программа открывает файл уже, чтобы с ним поработать, нам нужна еще одна идентификация уже открытых файлов, поскольку, ну, у нас, условно говоря, один и тот же процесс может открыть несколько файлов, один и тот же процесс может один и тот же файл открыть несколько раз и работать с ним параллельно. И, в принципе, разные процессы могут открывать одни и те же файлы. Поэтому для каждого процесса, для каждой работающей программы ядро операционной системы хранит отдельную табличку открытых файлов, которая индексируется, и вот этот вот номер записи об открытом файле в табличке открытых файлов процесса называется файловым дескриптором. То есть тогда, когда мы взаимодействуем с синдромом операционной системы с помощью системных вызовов, в большинстве файловых операций от нас требуется вот это вот число, называющееся файловым дескриптором. Файловый дескриптор – это идентификатор открытого файла в процессе. В принципе, когда вы открываете новый файл, у вас вы генерируете новый файловый дескриптор. Каждый процесс, каждая программа имеет свой набор файловых дескрипторов, который именно на уровне файловых дескрипторов не зависит от других процессов. То есть вы закрываете файловый дескриптор, закрытие файлового дескриптора в одном процессе никак не отражается на других процессах. Открытие файлового дескриптора в одном процессе никак не отражается на других процессах. Ну, когда порождается новый процесс, в начальный момент времени он все файловые дескрипторы получает в наследство от процесса родителя, а в дальнейшем процесс отец и процесс сын точно так же имеют два независимых набора файловых дескрипторов. Технически файловый дескриптор – это неотрицательное целое число. Как я уже сказал, это есть некоторый индекс в таблицу открытых файлов процесса, который хранит ядро для каждого процесса, и который дальше уже содержит больше информации о том, как открыт был файл и в каком состоянии он находится. По соглашению обычно, когда процесс запускается, уже в запускаемый процесс открывается три файловых дескриптора с номером 0, 1 и 2. 0 – это файловый дескриптор стандартного потока ввода, то, что мы все знаем как SDIN, все плюсы знаем как CEIN. 1 – это файловый дескриптор стандартного потока ввода, SDOUT или SEOUT, и 2 – это файловый дескриптор стандартного потока ошибок SD или SEER. Причем, вы можете, вот они обычно открыты, но это не точно, в принципе, вы можете, когда мы с вами будем запускать сами другие процессы, мы можем там как угодно манипулировать вот этими файловыми дескрипторами, передаваемому процессу. Но в целом соглашение, конвенция, что файловый дескриптор 0, 1, 2 открыт. Дальше уже, собственно, высокоуровневые библиотеки, там, будь то это SDU или Eostream, уже используют эти вот номера файловых дескрипторов для того, чтобы исполнять системные вызовы, чтобы записывать данные, непосредственно уже передавать данные в ядро для записи на устройство. Когда нам нужно создать новый файловый дескриптор, например, когда мы выполняем системный вызов Open или системный вызов DAP или что-нибудь еще, который нам возвращает новый файловый дескриптор, все файловые дескрипторы аллоцируются по стандартному правилу. Просматривается от начала по порядку массив открытых файловых дескрипторов и всегда выбирается первый свободный с минимальным номером. То есть, если по какой-то причине файловый дескриптор с номером 0 у вас закрыт, то любая операция, которая вам возвращает новый номер файлового дескриптора, вам гарантированно вернет номер 0, собственно, как первый свободный файловый дескриптор. И так далее. Вот это вот поведение, когда при выделении нового файлового дескриптора выделяется файловый дескриптор, свободный с минимальным номером, оно стандартизировано, оно гарантированно работает так на всех по секс-ориентированных операционных системах, мы бы не говорили, там macOS, Linux, FreeBSD, что угодно. Самая первая операция, о которой нужно сказать несколько слов, это, собственно, открытие файла. Это системный вызов open, который я здесь опишу с тремя аргументами. Первый аргумент – это путь к файлу, который может быть относительный или абсолютный. Второй аргумент – это флаги открытия. И третий аргумент – это права доступа к файлу в случае его создания. Здесь, когда мы говорим о системных вызовах, обычно рассматривается сишный интерфейс системных вызовов, то есть задокументированный в терминах языка C и, соответственно, реализованный в стандартной библиотеке ЛИПСИ, будь то это ГЛИПСИ или какой-то альтернативный ЛИПСИ, который, возможно, у нас на системе приинсталлирован. Как и все системные вызовы на уровне интерфейса языка C, системный вызов open возвращает файловый дескриптор, то есть выбранный по тем самым правилам взятый с минимальным номером в случае успеха, и минус 1 при ошибке. Если мы будем с вами использовать системный вызов open на уровне точки входа в ядро, int80 или syscall на x86, 64, то там нам в яx будет возвращаться сразу же код ошибки. Здесь же в случае ошибки нам возвращается минус 1, и отдельно есть переменная r, в которой будет храниться код ошибки, как обычно в ЛИПСИ. Соответственно, нам нужно передать относительный или абсолютный путь к открываемому файлу, пас, флаги открытия и права доступа в случае создания. Здесь open не накладывает никаких ограничений на то, какого типа файла мы открываем. Мы можем здесь открывать файл регулярный файл, мы можем здесь открывать файл каталога, мы можем здесь открывать файл блок-ориентированного устройства, символно-ориентированного устройства. То есть любая сущность записи, которая есть в файловой системе, она может быть открыта с помощью системного вызова open. Но если нам нужны какие-то будут детали того, с чем мы хотим работать, как каталог или FIFO, то тут нам, возможно, потребуются различные флаги, которые мы будем передавать вторым аргументам. Часто, когда описывают системный вызов Open, говорят, что у него либо два, либо три аргумента. На мой взгляд, это какая-то очень странная, неправильная концепция. Она появилась еще с тех пор, когда в C было необязательно описывать формальные параметры функции, и там, да, мы могли передавать с двумя, либо с тремя аргументами. Да, третий аргумент права доступа нам нужен только в случае создания файлов, но мне кажется, из этого не следует того, что нам нужно говорить, что мы можем передавать два, а можно передавать три. На мой взгляд, правильнее всегда передавать три аргумента, но в случае ненужности третий аргумент всегда передавать нулем. По крайней мере, это логически правильнее, нежели чем какая-то непонятная возня с то ли два, то ли три. Из флагов открытия мы с вами будем какие-то флаги еще потом рассматривать, но когда мы открываем файл, мы его должны открыть в одном из трех режимов, с которым мы планируем с ним работать. Режим только чтения, режим только запись и режим чтения записи. Они, вообще говоря, все различные, и ни один из них не является излишним. Например, если я открываю файл только на запись, то мне не нужен права доступа на чтение к этому файлу. Если я открываю файл на чтение записи, то мне нужно и право на запись, и право на чтение. То есть ни один из этих режимов открытия не является каким-то подрежимом другого режима, они все независимы. Ну и, соответственно, если я открываю файл только на чтение, то я не могу в него записывать. Если я открываю файл только на запись, я не могу из него считывать. Ну а rdwr открытие, то я могу в него записывать, считывать. Ну, в любом случае, как бы я с rdvr не работал, у меня будет единый указатель текущей позиции файля, который будет всегда продвигаться при любой операции вперед, настолько, насколько байт считал или записал. Есть какие-то флаги управления файловым дескриптором, флаг okloexec. Он нам будет полезен чуть попозже, когда мы с вами будем рассматривать системный вызов exec и уже создание процессов с передачей файловых дескрипторов в процессы. И удобство в том, что файловый дескриптор, помеченный таким флагом, будет закрываться автоматически при выполнении системного вызова exec, что нам сэкономит какое-то количество операций close. Ну и кроме того, у нас есть некоторые модификаторы режима записи, которые имеют смысл только с режимами write-only или rdvr, которые добавляют некоторые модификаторы. Например, флаг oappend переводит файл в режим добавления в конец файла. Otrang очищает файл, то есть обнуляет его содержимое, если оно было не пустым. И из других важных модификаторов создания файлов у нас есть флаг ocreate. Если мы его указываем, то мы таким образом говорим, что мы хотим создать новый файл. И только в этом случае, если мы здесь в параметре флаги указываем ocreate, нам потребуется третий параметр – права доступа к создаваемому файлу. В принципе, если ocreate здесь во флагах не указан, то третий параметр может быть любым, он не используется. Но, как я уже сказал, на мой взгляд, правильнее его просто всегда передавать ноль, если он не используется. Сам по себе, по умолчанию, флаг ocreate, если файл уже существовал, он ничего не делает, то есть файл создан, но отлично. И еще один модификатор к флагу ocreate, флаг oexcl, наоборот, будет нам давать ошибку в случае, если файл уже существовал, и создание тогда его бессмысленное. То есть комбинация флагов ocreate и oexcl нам гарантированно создает файл или выдает ошибку, что файл уже существует. Эта комбинация нам может быть полезна тогда, когда мы хотим делать некоторые, когда у нас много процессов работает параллельно, и когда мы хотим делать некоторые такие вот локи на файловую систему, чтобы как-то разрулить параллельный доступ к одному каталогу или одному файлу. И если посмотреть на типичный, то все вот эти вот флаги, они могут группироваться в разных комбинациях, ну и а наиболее типичные комбинации, они вот здесь вот перечислены. ORD-only, если я файл открываю на чтение, то есть ORD-only соответствует перенаправлению файла на вывод. ORD-only, ocreate, otrang – это стандартное перенаправление на вывод. ORD-only, ocreate и oapend – это стандартное перенаправление на добавление. Ну то есть, если я делаю кат 1.c, допустим, какой-то файл, неважно какой сейчас, перенаправляю на ввод, то системный вызов open, который здесь рано или поздно выполняется, он будет открывать файл с режимом ORD-only. Если я перенаправляю на вывод, вот так, обычное перенаправление, то файл будет открываться с правами ORD-only, ocreate и otrang, то есть только на запись. Если файл не существовал, он создается, отсюда ocreate, и если он уже был, его с режима очищается, отсюда otrang. Если я перенаправляю на добавление, то здесь вместо otrang будет использоваться флаг oapend. То есть запись файл будет проходить в режим добавления, то есть всегда будет добавляться в конец текущего содержима. А в случае, когда указан флаг ocreate, нам будет обязательно параметр mode, который задает права доступа на созданный файл. Это 9 бит, необходимые для создания файла, о которых я чуть позже расскажу, которые нам ограничивают доступ со стороны других пользователей, либо другой группы и так далее. Но у каждого процесса есть некоторый параметр, который называется UMASC. Это маска создания файлов. В шеле я ее могу поставить просто как команду UMASC, она у меня есть. Она вот у меня 2, это 8-ричное значение. Соответственно, при любой операции создания файла, будь то это open, будь то это mkdir, вот этот вот параметр UMASC, он указывает, какие биты должны быть очищены в правах доступа на создаваемый файл. То есть вот здесь вот 2 в UMASC означает, что какие бы я права доступа в системном вызове open не указал, у реально созданного файла не будет прав доступа на запись со стороны прочих пользователей. Вот как здесь. Если у меня мод, я указываю в укреете 666, это такой стандартный режим доступа, все для всех. То есть все имеют право и читать, и писать. Но у моего процесса параметр UMASC равен 0.2.2, вот эти вот 2 бита будут сброшены, и в итоге права на создаваемый файл будут 0.6.4.4, что означает, что только владелец может читать и писать, а все остальные могут только читать. Ну вот второй пример, что если я и так уже создаю файл с правами 7.0.0, то есть Rv, чтение, запись и исполнение только для владельца, а у MASC у меня 0.0.7, то это права никак не поменяет. У MASC, как я сказал, это некоторый атрибут процесса. В принципе, его можно посмотреть как от прок селф статус. Здесь у меня MASC нету. Так, а где у меня был? Значит, в каком-то файле у меня здесь можно будет найти, может, в статье он у меня есть. Он, соответственно, устанавливается для процесса, если при необходимости с помощью системного вызова у MASC, вы можете его поменять. Можете получить старое значение, можете установить новое значение. Был там, да, я просто быстро пролистал. Давайте еще раз посмотрим. А, да, прошу прощения, вот у MASC. Да, вот. Мы будем возвращаться много раз еще к этому файлу PROC. Дальше PID статус, я, наверное, о нем уже говорил. Это, собственно, куча информации о некотором процессе. Если селф здесь означает текущий процесс, ну, в этом примере будет процесс CAT. Потом, в дальнейшем, я буду уже какие-то конкретные процессы смотреть и буду смотреть их статус. Ну, вот у MASC, да, вот видите, здесь у MASC равен 2. Так. Обратная операция по отношению к открытию – это операция закрытия файла. Close, системный вызов Close, который закрывает файловый дескриптор и делает файловый дескриптор снова свободным, что, ну, последующая операция Open или любая другая операция, которая нам возвращает файловый дескриптор, будет его рассматривать в числе кандидатов. Ну, соответственно, если вы закрываете файловый дескриптор с номером 0, то любая следующая операция открытия файла успешная вам вернет файловый дескриптор с номером 0 как минимальный свободный. Ну, как у нас есть три, условно говоря, предоткрытых файловых дескриптора 0.1.2. Ну, и поскольку они открывались не нами, то и закрывать их тоже, в общем-то, наверное, не нужно. Да, конечно же, когда программа завершается, когда процесс завершается, все файловые дескрипторы, открытые в этом процессе, они закрываются автоматически. То есть прямо вот так вот явным образом закрывать все файловые дескрипторы, точно так же, как явным образом освобождать всю динамическую память, в общем-то, не нужно. Когда процесс завершается, ядро достаточно хорошо за ним очищает все ресурсы, которые этот процесс занимал. Но понятно, что с точки зрения грамотного менеджмента ресурсов нужно все те файловые дескрипторы, которые были вам открыты, все-таки закрыть. В особенности, если ваша программа работает на ограниченное время, какое-нибудь серверное приложение, вы все время открываете новые файловые дескрипторы. Если вы их будете забывать закрывать, то у вас возникнет ситуация утечки файловых дескрипторов и рано или поздно просто не останется свободных файловых дескрипторов. Стандартный лимит на количество одновременно открытых файлов у нас у обычного процесса 1024. То есть изначально при этом ограничении вы не сможете одновременно держать больше, чем 1024 открытых файлов. Для простых программ не очень понятно, зачем вам это нужно, а для реально серверных программ, типа Nginx, Apache, прочих серверных приложений, конечно же, эти ограничения нужно поднимать. То есть вот это ограничение означает, что если вы попытаетесь открыть 1024 файл, то вам системный вызов Open или любой другой вам вернет соответствующий код ошибки, что нет файловых дескрипторов. Ну и кроме, собственно, вашего персонального лимита на количество открытых файлов, есть системный лимит, который уже действует на все файлы дескриптора, открытые вообще в рамках работы UC-системы. Этот лимит, ваш персональный лимит, вы его можете в определенных параметрах менять. Вот, например, у меня, вот у limit-a это soft limit, я могу его повысить. Ну, смотрите, у меня, у моего обычного пользователя soft limit сейчас 1024, но при желании я могу его увеличить до 4096 максимально открытых файлов дескрипторов. Больше не могу, больше мне надо быть рутом. Это все конфигурируется, соответственно, есть какие-то системные файлы настройки, там типа etc-security, limits-d, вот если там сюда глядеть, у меня он здесь пустой, потому что, очевидно, я меня с тобой ничего не конфигурировал. Ну, вот, например, файл конфигурации. Ну, вот здесь пример этого файла конфигурации, что максимальное лимитное количество процессов установлено в 50 для группы пользователей, называемых faculty. То есть, каждый раз, когда вы будете заходить в систему, на вас будет накладываться этот лимит, который вы поднять не сможете. Это к оперативной памяти, в общем, отношения никого не имеет. Это просто некоторое квотирование ресурсов, как одна из задач файловой системы, одна из задач ядра операционной системы, о котором я говорю. Почему файл может быть неудачно закрыт? Тут у нас, собственно, есть причины очень редкие, что, например, вы в Close передали неправильный файловый дескриптор. Но бывает такая причина, особенно когда у вас появляется многогринтевая программа, там, конечно, да, там начинается танцы с бубном, чтобы корректно открывать и закрывать файл. Но, в целом, если вы передали в Close корректный файловый дескриптор, почему не может сработать Close? Например, при закрытии файла произошла какая-нибудь просто ошибка в записи. То есть представьте себе, что флешка просто умерла в тот момент, когда вы попытались закрыть файл. Там ядро операционной системы, возможно, у себя какой-то кусочек файла буферизовало, его еще не успело записать на диск. Системный вызов Close вызвал попытку записи на диск. Попытка записи на диск не удалась, и поэтому вам была возвращена ошибка записи. Но важно помнить, что файл закрывается в любом случае. То есть, что бы у нас ни произошло, по какой бы причине у нас тут вот Close бы нам не вернул, минус единичку, после системного вызова Close файловый дескриптор считается закрытым все равно. То есть, условно говоря, вот вы получили ошибку ввода-вывода, ну все, а все равно файловый дескриптор закрылся. Это на самом деле такая вот, ну скажем так, концептуальная проблема, которая не является проблемой только системного вызова Close. Это та же самая проблема, которая у нас возникает и с дескрипторами в C++. То есть, тогда, когда мы закрываем некоторые handle ресурсы. Что нам делать в случае, если операция закрытия, ну как-то не может быть выполнена из-за ошибки? То есть, какой-то разумной стратегии здесь, наверное, нет. Правильная стратегия здесь делать операции закрытия, которые успешны всегда. Но, то есть, вот в каком-то смысле это здесь и сделано, то есть, какая бы у нас ошибка ни возникала, файловый дескриптор все равно закроется. И ресурсы, связанные с файловым дескриптором, освобождаются. Поэтому код ошибки здесь скорее имеет такой вот информационный характер. Мы, конечно, там получили ошибку, но что-либо сделать с этим уже поздно. Поэтому, если мы хотим как-то разнести фазу записи на диск и фазу закрытия файла, например, у нас есть системный вызов fsync, который пытается синхронизовать состояние файла, который находится сейчас в памяти ядра операционной системы, с состоянием файла на диске. И если что-то пошло не так, fsync нам возвращает ошибку, но файловый дескриптор при этом не закрывается. И, в принципе, теоретически, я не говорю, что там что-то можно реально сделать, но теоретически у нас еще есть открытый файловый дескриптор, и мы можем там что-то попытаться с ним сделать разумно. В то время как, если мы его шклоу сделали, то умерла так умерла. Но понятно, что fsync тоже не нужно делать на каждый чих, поскольку fsync дорогой системный вызов, он, в общем-то, синхронизирует состояние памяти, то есть выполняет сброс буфера, то есть не очень быстро и тоже злоупотреблять им не нужно. Если мы говорим о регулярных файлах, то есть о том, что называется как поименованный набор данных, хранящийся в файле на диске, то, по сути, этот регулярный файл у нас представляет собой массив байт. Она, конечно, последовательность, но это и массив, поскольку он хранится в файловой системе и имеет произвольный доступ. И поскольку у нас регулярный файл, по сути, имеет произвольный доступ, то мы можем вот этим свойством произвольного доступа пользоваться. У нас для каждого открытого файлового дескриптора есть некоторые текущие позиции в файле. У меня обозначено здесь fpos, которая при открытии, который устанавливается в ноль или в конец файла, если я его открываю с oappend, но обычно ноль, если без oappend. И любая операция чтения или записи, она его, соответственно, сдвигает на соответствующее количество байтов вперед. То есть, если я последовательно делаю read, то я буду продвигаться вперед по файлу. Это сделано для того, чтобы пользовательские программы не хранили вот эту позицию внутри себя, то есть, чтобы чуть-чуть облегчить обработку поточных данных, но поскольку в очень многих ситуациях мы, в принципе, можем рассматривать регулярный файл просто как поточные данные, которые с точки зрения работы с ним ничем не отличаются от ввода с терминала. Чтобы у нас был такой вот, в общем-то, единый интерфейс и для терминала, и для регулярного файла, который по факту его массив байт. Но все равно, поскольку он является массивом байт, мы можем по нему перемещаться произвольным образом, мы можем у него произвольным образом переставлять текущую позицию файла. А текущая позиция файла переставляется с помощью системного вызова LSEC, где мне нужно указать номер открытого файлового дескриптора, смещение и флаг от точки отсчета для этого смещения. Точка отсчета может быть относительно начала файла, точка отсчета может быть относительно конца файла, то есть у меня вполне может быть отрицательное смещение относительно конца файла. Например, я могу передать значение минус 4 и флаг SIG END, и я перемещусь тогда за 4 байт до конца файла. И относительно текущей позиции это seccur. Я могу как положительное, так и отрицательное смещение указывать, таким образом перемещаясь вперед либо назад относительно текущей позиции. Если этого сделать нельзя, мы получаем минус 1. Если это сделать можно, мы получаем новую позицию относительно начала файла. То есть всегда возвращаемое значение системного вызова lsig это новая позиция относительно начала файла. Далеко не каждому файловому дескриптору применим системный вызов lsig. Например, если у меня стандартный поток ввода или стандартный поток ввода в этот терминал, конечно же lsig на терминале я делать не могу. То есть, соответственно, я попытаюсь сделать lsig и получу ошибку системного вызова. Естественно, что есть некоторые ограничения на то, как я могу менять мою текущую позицию. Как бы я файл не открывал на чтение или на запись, позиционироваться на позицию до начала файла я не могу. То есть вот это вот само по себе смещение относительно начала файла имеет неотрицательное значение. Отрицательное значение используется только для сигнализации ошибок. Ну, там минус один – это ошибка. Кроме минус один отрицательных значений не используется. То есть попытка переместиться куда-то до начала файла, ну, это у меня системный вызов. lsig даст мне соответствующую ошибку invalid way. Если я файл открываю только на чтение, то у меня вот этот массив байт, рассматриваемый мной как регулярный файл, он ограничен и с начала, и с конца. И выйти за пределы вот открытого файла за его конец тоже нельзя. То есть я могу переместиться на его, ровную его длину, ну, как точно так же, как в массивах, как в итераторах. У меня может быть указатель на точку конца моего файла, или там точку конца моего массива, вектора и так далее. Но за конец я переместиться не могу. То есть вот в случае, если у меня файл открыт как readon.me, у меня диапазон допустимых значений моей позиции в файле, это ровно как текущий размер файла. Но это тоже, с другой стороны, если вдруг какая-то другая программа что-то в этот файл дописала, и он увеличился, то вот после того, как его размер увеличился, конечно же, я смогу переместиться на новый размер. То есть совсем не обязательно, что размер файла никогда не изменится. Во время работы программы он может и меняться, если какая-то другая программа в него дописана. Если файл открывается в режиме, который разрешает запись, writeonly или readwrite, то допускается позиционирование после текущего конца файла. Но оно ничего не значит. То есть вы можете уходить сколько угодно далеко за конец файла, вернуться обратно на его начало, и ничего не произойдет. Файл как был какого-то размера, так он этого размера и останется. Но позиционирование повлияет тогда, когда вы попытаетесь в файл дописать данные. И только тогда, если вы куда-то позиционировались за текущий конец файла, вот этот весь промежуток между текущим концом файла и позицией записи, он просто будет заполнен нулями. Ну то есть вы можете, условно говоря, открыть пустой файл на запись в режиме Ocreate, Otrunk, потом сделать LSEC на 1024, записать 1 байт, и в итоге вы получите файл размером 1025 байт. И еще один момент. Иногда мне требуется просто вот жестко задать размер файла. Нам потребуется, когда мы будем, например, MAP делать, отображая его в память. Тогда у меня есть пара системных вызовов Trunkate и Ftrunkate, которые либо меняют размер файла по указанному пути, либо меняют размер файла, заданного своим файловым дескриптором. То есть он уже был открыт. Хотя системный вызов называется Trunkate, они не обязательно его уменьшают. Он может увеличиваться, и хвост файла добавляется нулевыми байтами. То есть просто скорее Resize, а не Trunkate, потому что размер файла может как уменьшиться, так и увеличиться. Ну и кратко о двух основных системных вызовах работы для работы с файлом. Это системный вызов Read и системный вызов Write. Read, собственно, у него три параметра. Вот файловый дескриптор, теперь мы знаем, что это такое. Буфер, куда мы хотим считать данные, и размер этого буфера, то есть максимальное количество данных, которые мы хотим считать. И вот тут вот у нас есть некоторый такой первый вопрос, который может возникать, что у нас тип параметра это SizeT, а возвращаемый тип имеет тип S SizeT. S SizeT у нас будет использоваться тогда, когда нам в качестве результата работы функции возвращаются какие-то размеры, но в качестве специального значения мы допускаем отрицательное число. Ну, то есть системный вызов Read, он может вернуть минус один в случае ошибки чтения, поэтому обычный SizeT использовать нельзя, он беззнаковый. Поэтому здесь как раз введен новый тип S SizeT. Ну, почему вот здесь вот не передается S SizeT, я не могу сказать, потому что непонятно, мы просто так вот заспецифицировали. Вы все равно сюда в качестве максимального размера записываемых данных все равно не можете передать больше, чем 2 гигабайта, даже на 64-битных системах. Поэтому вот какой-то смысл здесь в знаковости и беззнаковости не очень понятно, но вот так вот сложилось. Особенность Read в том, что стандартный случай, когда у нас передаваемое значение count больше нуля, ну и Read нам что-то считал, и в возвращаемом значении вернул количество считанных байт. Очень важно понимать, что у нас же есть устройства разной скорости. Вполне возможно, что то устройство, с которым мы сейчас пытаемся считать, оно еще не успело у нас набрать данных достаточного размера. То есть, например, вы хотите считать 1 килобайт, 1024 байта, а данных у вас доступно только, допустим, на 10 байт. В ситуации, когда хотя бы хоть какие-то байты доступны, больше чем 0 байт доступен, Read гарантированно возвращается сразу и выдает вам текущую доступную порцию. Read никогда не ждет полного заполнения буфера, если хотя бы 1 байт уже доступен. Если данных нет, и гарантированно, что данных не будет, там, например, мы дошли до текущего конца файла, то есть текущая позиция файля равна его размеру, Read возвращает 0. И возвращаемое значение 0, которое мы получаем из Read, это стандартный признак того, что мы достигли конца файла, и дальше нам Read читать делать не надо. Нам нужно уже закрывать файл, переходить к другим файлам и так далее. То есть 0 означает, что данных больше нет и не предвидится. И естественно, что если вы сдаете какой-то буфер ограниченного размера, то вам Read никогда не вернет данных больше, чем тот размер, который вы указали, даже если их больше. То есть если вы указали размер буфера 1 кБ, Read вам, даже если там 100 кБ доступно, он вам вернет первый кБ. Дальше следующий Read вам вернет второй кБ, от 3 кБ и так далее. То есть так вот буфер будет постепенно вычерпываться. Соответственно, и последний случай. Если данных нет вообще, но есть возможность, что они еще поступят, допустим, терминал, мы пытаемся считать только с терминала, а с другой стороны терминал не закрыт. То есть мы потенциально можем еще данные получить. То процесс переводится в состояние ожидания. Он не будет выполняться. То есть, вот как я сказал сегодня в начале, процесс будет синхронно ждать, пока данные не появятся. Однако, если я открываю файл в режиме неблокирующего чтения, он он блок, то в режиме неблокирующего чтения у меня будет асинхронная обработка. То есть, если данных нет, то мне Read вернет код ошибки минус один, я сразу буду понимать, что у меня данных нет, что мне нужно проверить в следующий раз. В стандартном режиме по умолчанию, с которого мы, собственно, и начнем работу с вами, всегда мы будем работать с Read в синхронном режиме, в режиме блокировки. То есть, пока данные не появятся, процесс будет приостановлен и будет ждать, будет находиться в состоянии сна. Тоже об этом, о состояниях процесса мы с вами еще будем позже разговаривать. Соответственно, что вы никогда не должны предполагать, это неправильное предположение, что при операции Read буфер заполняется полностью. Это никогда не так. Программа, которая рассчитывает, что буфер заполняется полностью, гарантированно сломается рано или поздно. Даже если вы открываете регулярный файл, даже если вы его проверяете, что он регулярный, как правило, да, но может быть и нет. То есть, никогда, ни при каких условиях, никогда не считайте, что вы получили ровно столько байт, сколько запросили. Обязательно берите возвращаемое значение, которое вам вернул Read и обрабатывайте столько байт, сколько Read вам вернул. Если вам нужно считать какой-то пакет, вам данных недостаточно, запомните этот считанный кусочек и снова запрашивайте Read до тех пор, пока вы не получите пакет полностью и сможете его обработать. Никогда, еще раз повторюсь, нельзя рассчитывать на то, что Read вам вернет столько, сколько вы хотите. Это никогда так не бывает. Поскольку Read заточен на поточное чтение, это системный вызов, предназначенный для поточного чтения с файловым дескриптором самого общего вида, любого сокета, регулярного файла, FIFO, терминала и так далее. Обратный случай – это системный вызов Write. Он очень похож, точно так же здесь указывается файловый дескриптор, указывается размер записываемых данных, Write нам возвращает, сколько данных реально было записано, и точно так же неправильно рассчитывать, что Write запишет все за один раз. Наверное, да, то есть поймать случай, вот в обычном, если вы напишите на коленках на вашем уютном localhost, программу, которая будет, собственно, проверять, что Write вам записал столько же, сколько вы запросили, скорее всего, вы никогда не наткнетесь на случай, что Write вам вернет меньше. Это бывает при каких-то особых условиях, не так часто. Но если вы не будете проверять возвращаемое значение и будете всегда предполагать, что данные записаны полностью, ваша программа сломается рано или поздно. Поэтому точно так же с записью обязательно нужно проверять, что записанные данные записаны полностью. Если данные записаны не полностью, нужно просто взять их и дописывать. То есть, предположим, что половина буфера записалась, половина осталась незаписанной. Ну, хорошо, просто еще одним системным вызовом дописывайте оставшуюся половину буфера. То есть, даже при работе с регулярными файлами всякое может случаться. Нужно аккуратно проверять и возвращаемое значение системного вызова Read, и возвращаемое значение системного вызова Write. В противном случае у вас будет просто ситуация тихой потери данных, что, конечно же, недопустимо. Так, ну, у нас там осталось... Давайте осталось 10 минут. Я сейчас перейду к обсуждению разграничения прав доступа, которое у нас есть в Unix. Кратко побегусь, потому что, в принципе, мы с этим уже с вами работали. В принципе, в занятиях прошел, мы это все обсуждали. Собственно, разграничение доступа это одна из основных задач ядероперационных систем, точно так же, как обеспечение доступа к ресурсам. И когда мы разграничиваем доступ, нам нужно понимать, кто у нас будет активной сущности, то есть чей доступ мы разграничиваем, и что будет у нас пассивными сущностями, то есть к чему доступ мы разграничиваем. С точки зрения ядероперационной системы активными сущностями у нас будут процессы, то есть выполняющиеся программы. Это связано с пользователем, конечно же. В принципе, у нас один и тот же пользователь будет иметь почти всегда одинаковые права, какие бы он процессы ни по запускам. Но не обязательно. В принципе, у нас все равно субъект разграничения права в доступа это процесс, и он может получать либо больше, либо меньше прав по сравнению с тем пользователем, который его запустил. И у нас есть большое количество различных ресурсов. Оперативная память, процессорное время, файловые дескрипторы, то что угодно, которые у нас являются ресурсами, то есть сущностями, подлежащими распределению, сущностями, подлежащими, собственно, разграничению доступа. Разграничение доступа дает ответ на простой вопрос. Может ли этот процесс выполнить эту операцию над этим ресурсом? Например, может ли процесс с юзером X выполнить операцию открытия на запись с файлом с именем Y? И мы получаем очень простой ответ. Да или нет? Не можем? Сейчас, прошу прощения. А дальше же детали разграничения прав доступа уже реализуются другими механизмами. Когда мы говорим о разграничении доступа, у нас есть три таких вот подзадачи у разграничения, задачи разграничения доступа. Это идентификация, аутентификация и авторизация. Идентификация – это назначение некоторого идентификатора всем тем субъектам, относительно которых мы будем доступ разграничивать. Собственно, этот идентификатор нам будет давать информацию о том, какой субъект пытается получить те или иные права доступа. И с точки зрения собственно по секс-ориентированных файловых систем у нас есть у каждого процессора есть свой идентификатор PID, но его редко используются для организации для проверки прав доступа. Основной идентификатор для проверки прав доступа у нас пользователь, юзер. У каждого пользователя есть некоторый его числовой идентификатор, обычное 30-е убитное число. И как-то, соответственно, они все перенумерованы. Пользователи группируются в группы. У групп тоже есть некоторый идентификатор числовой. И один и тот же пользователь может находиться в нескольких группах. У него одна основная группа и какое-то количество вторичных групп. Допустим, в Linux один и тот же пользователь может находиться в 32 группах одновременно. И пользователь, и группа это неотрицательные числа, где число 0 традиционно считается перегреванным рутовским доступом. В чем отличие групп? Получается, что пользователь может свободно переходить из одной группы в другую в тех рамках, в которых в группах он находится. То есть у него есть в данный момент основная группа. Он ее может в любой момент поменять на одну из его групп и сделать эту группу основной, но остальные группы у него останутся как дополнительные. И так вот он может, переключаясь между группами, он может получать чуть-чуть разные права доступа в зависимости от того, в какой группе он находится. Рут пользователя, я уже сказал, это если uid равен 0, для него не работают никакие ограничения прав доступа, за исключением системного вызова exec, который все равно не запустит файл, если у него нет бита x. Даже для рута бит x требуется для работы с файлом. У пользователя есть атрибуты, которые обычно перечисляются в систему файлов и цепсвд. Но самое главное для нас это будет логин, идентификатор пользователя и идентификатор основной группы. И у группы тоже есть идентификатор группы и имя группы. Ну и также список пользователей, которые относятся к этой группе. И, наконец, поскольку процессы у нас являются такими вот субъектами разграничения прав доступа и именно по отношению к процессам ядрооперационная система проверяет, имеет ли данный процесс право выполнить эту операцию или не имеет. Соответственно, вот эти все идентификации пользователей группы, они в итоге отображаются в каждом процессе. У каждого процесса есть несколько идентификаторов пользователя. Самый простой идентификатор это идентификатор реального пользователя, то, что называется RealCuserID. Это тот, кто запустил данный процесс. То есть, когда вы в например, в баше запускаете какой-нибудь процесс LS, процесс LS запускается с реальным идентификатором пользователя, совпадающим с вашим идентификатором пользователя. И использует все те права доступа, которые, собственно, и вы имеете. Но у процесса может еще быть так называемый эффективный идентификатор пользователя. Это тот пользователь, с правами которого работает данный процесс. В подавляющем большинстве случаев у нас реальный пользователь совпадает с эффективным пользователем. Точно так же в большинстве случаев у нас реальный идентификатор группы совпадает с эффективным идентификатором группы. Если у нас реальный идентификатор пользователя не совпадает с эффективным идентификатором пользователя, значит, мы имеем дело с привилегированной командой типа su, su, do, логин и вот некоторый другой набор команд обеспечения безопасности, обеспечения права доступа в рамках работающей операционной системы. Но об этом я уже в следующий раз буду подробнее рассказывать. Аутентификация из триады идентификация, аутентификация, авторизация – это проверка подлинности. То есть задача механизма аутентификации – это изначально у нас «не пойми кто» пришел, и нам нужно понять, что это за пользователь. То есть, например, парольная аутентификация, когда вы входите в систему, вы вводите свой логин-пароль, и с помощью парольной аутентификации система привязывает сессию, которая создается к вашему идентификатору пользователя в системе, и, соответственно, вы получаете права при работе в системе, связанной с вашим идентификатором пользователя. У нас может быть идентификация по ключу публичному, приватному, собственно, как в SSH. Точно так же SSH-D, сервер SSH вас идентифицирует по тому, какой приватный ключ вы предоставили, и, соответственно, вам дают соответствующие права. Бывают биометрические аутентификации и так далее. В любом случае, задача аутентификации – назначить идентификатор UID тому процессу, который с вами будет работать сразу же после вашего логина, какой бы это ни был биометрический, парольный, ключевой и так далее. Ну, собственно, вот простейшая аутентификация в Unix, такая вот legacy историческая аутентификация, соответственно, она заключается в том, что как только прошла процедура аутентификации, будь то это парольная, либо ключевая, у вас создается некоторый корневой интерпретатор командной строки, login shell, создается сессия, session ID, это связано с управлением терминала, чуть позже об этом рассмотрим. Вот этот вот login shell, обычно bash, он запускается в режиме login shell и исполняет какие-то стартап-скрипты, например, .bash profile, .profile, .login и так далее. После того, как все стартап-скрипты будут исполнены, он выдает вам приглашение к вводу, и вы уже дальше можете вводить свои команды, и дальше, возможно, запускать какие-то другие процессы, какие-то другие shell. Но вот если вы будете запускать другие shell, все вложенные в него shell, они уже не будут login shell, и они просто будут какие-то просто там вложенные командные процессоры, уже считается, что вы злогинились. И третий пункт триады, идентификация авторизации, это авторизация, то, что, собственно, о чем я сейчас и рассказываю, это проверка прав доступа для уже идентифицированного пользователя к заданным ресурсам. То есть тут, когда проверяется авторизация, у нас есть три параметра. Идентифицированный субъект прав доступа, идентифицированный ресурс, к которому мы хотим обратиться, и операция, которую мы хотим выполнить. Ну, как я уже сказал, что пользователь X хочет открыть файл на запись с именем Y. То есть операция открытия файла на запись, пользователь X, файл Y. И авторизация нам дает ответ, да или нет. Ну и дальше уже, чтобы получить ответ, да или нет, по авторизации уже используются атрибуты файлов в нашей файловой системе. У каждого файла есть владелец, у каждого файла есть группа. Вот в отличие от процесса, у каждого файла только одна группа. И у каждого файла есть права доступа. Базовые 9-бит прав доступа, плюс еще, возможно, некоторые дополнительные списки прав доступа, access control list, которые поддерживаются во всех современных Unix-системах. А в базовом Linux-е, в базовом Unix-е, в посекс-ориентированных файлах в операционных системах используется так называемое избирательное управление доступом, discretionary access control. У нас есть иерархия из трех сущностей – владелец, группа и прочее. Если UID процесса и UID файла владельца совпадают, то берется множество прав доступа владельца. Если один из идентификаторов группы процесса, а я уже сказал, что у нас в группе процессов может быть несколько идентификаторов, совпадает с идентификатором группы файла, то берется множество прав доступа группы. Если не то, не то не совпадает, то берутся права доступа для всех прочих пользователей При этом, если у нас есть совпадение по идентификатору пользователя То группа и прочие не проверяются, даже если у них прав больше Всегда берется множество прав доступа владельца То же самое с группой Если группа совпала как-то там, то азов не проверяется, даже если там было больше прав Всегда берутся права доступа для группы то есть получается что вы можете поместить пользователя в какую-то группу и запретить этому пользователю читать файл при том что все остальные пользователи будут иметь возможность читать ну и краткое напоминание у нас есть три стандартных бита в каждой из группы из трех user group и other это read write и execute и это право на чтение write это право на запись чтобы это не значило ну как правило это системный вызов рит и системный вызов write там для разных операций могут быть вариации чуть-чуть легкие и правило и x право на исполнение файла то есть на вызов системный вызов и зак по отношению к этому файлу для каталогов в отличие от регулярных файлов и прочих файлов чуть-чуть сложнее для каталога права read означает что пользователь имеет право читать из этого файла права write означает что пользователь имеет право модифицировать список файлов и право x означает что пользователь имеет право на поиск заданного имени в этом файле например у нас на каталог могут быть права минус минус x то есть r отсутствует w отсутствует x присутствует это значит что пользователь не может посмотреть, какие файлы есть, но может открыть файл по заданному имени. То есть если он знает имя файла, он может его открыть. Если он имя файла не знает, посмотреть имена существующих файлов он не может. Ну и вот у нас есть, получается, 9 основных бит. rvx для юзера, rwx для группы и rwx для прочих всех пользователей. Отвечающие за соответствующие права, read, w и x. Плюс еще есть три дополнительных бита, которые будут являться старшими тремя битами в нашем 12-битном право доступа, которые уточняют, вообще говоря, право доступа к файлам. Тут, например, вот у меня отдельно столбец для файлов, отдельно столбец для каталогов. Например, у меня есть так называемый suid-бит и sgid-бит. Для регулярных файлов sgid-биты будут нам помечать привилегированные файлы. То есть файлы, которые при своем исполнении имеют больше прав, неже пользователей, которые их запустил. Для каталогов s-бит не используется, g-бит означает наследование группы, в отличие от создания файла, а t-бит означает ограничение на право удаления. Давайте мы рассмотрим такой простой пример с suid и sgid-битами. Я уже программу писать буду в следующий раз, когда мы будем уже рассматривать привилегированные исполнения процессов. А что касается вот этих битов по отношению к каталогу и битов прав доступа по отношению к каталогу. Давайте посмотрим просто простенький пример. Я создам какой-то каталог. Мне нужно единственное, что будет, наверное, сделать это root-ом, чтобы я это не делал обычным пользователем. Вот, давайте я создам каталог с названием D. Вот по умолчанию у него права доступа владелец root-группа root. Права доступа, вот здесь у меня видно, 755. То есть root имеет право записывать в него, и все имеют право читать и открывать файл по его имени. Ну вот давайте я здесь вижу. D – пустой каталог. Я создаю файл. Вот у меня, собственно, он создался с правами 644. То есть root имеет право читать и писать, а все остальные имеют право только читать. Я могу сейчас этот файл в нем посмотреть. Если я убираю теперь… Дайте я что-нибудь в нем запишу. Теперь, если я убираю из каталога бит R, то есть чмот, допустим, 751D. Вот у меня есть бит X, но нет бита R. Попытка читать содержимое файла каталога D у меня дает ошибку Permission Denied. Прочитать я не могу. Но если я попытаюсь файл открыть, D у меня называется он File1. Он у меня отлично открывается. То есть, зная его имя, открыть его я могу. Теперь, если я сделаю наоборот, если я сделаю право 754 на D. Вот у меня нет бита X, но есть бит R. Получается, смотрите, что у меня. Я могу просмотреть список файлов в этом каталоге. Я вижу, что у меня есть в этом каталоге File1. Но получить информацию о файле File1 я уже не могу. Потому что системный вызов, который у меня указывает, собственно, путь к этому файлу, в моем случае Access, он выдает Permission Denied. То есть, вот здесь список доступен, а что там внутри, непонятно. Ну, точнее, какие у него права, непонятно. Но, естественно, я не могу его открыть. Permission Denied. И последнее, как работает бит. Давайте я право поставлю чмот. 777 в мой каталог D. Он имеет группу root и открыт всем на запись. Тогда я могу в нем создавать файлы обычным пользователям. То есть, допустим, D.file2. И когда я создал файл 2, я вижу, что файл 2 имеет в моем каталоге совпадающую группу, совпадающую с моей основной группой, группу чмотов. Это в случае обычного права на запись в публичный каталог. Теперь я могу установить бит G. То есть, это будет 2000. То есть, право доступа будет 2777. Вот у меня появилась здесь буквка S вместо буквки X. И тогда, если я создал файл в нем, у меня у нас следуется группа root. То есть, если у каталога установлен G.Bit, то при создании новых файлов в этом каталоге, независимо от того, какой пользователь эти файлы создает, этот файл получит группу, совпадающую с группой самого каталога, а не с группой того процесса, который этот файл создавал. Вот это вот работа G.Bit для случая каталогов. T.Bit для случая каталогов запрещает удаление файлов для всех, кроме root и создателя. То есть, у меня здесь два пользователя. То есть, я могу такой чмот сделать. 3, 7, 7, 7. B.Bit T у меня установлен здесь, и Bit S у меня установлен на группу. Это означает, что группа при создании файла будет унаследована от группы каталога, но файл из этого каталога только сможет удалить тот, кто его создавал, или root. Если у меня появится еще какой-то один пользователь здесь, я не смогу этот файл удалить. То есть, только пользователь. Это то, что я вот хотел кратко сказать по правам доступа. Есть ли у вас вопросы? Да. Можете, пожалуйста, объяснить, как передавать несколько флагов, например, в Open? Куда? Open. Open? Сейчас. А вот это вот как? Непонятно? Нет, там же один интовый аргумент. А вот это выражение вам ничего не говорит? Или побитого говорить. Ну вот, собственно, вот так и передавать. Понял, спасибо. Тогда еще был вопрос про Umask. Он зачем вообще нужен? То есть, если я хочу создать, например, файл с какими-то правами, он мне может не дать этого сделать? Да, у Umask, ну, Umask как бы как просто какое-то дополнительное ограничение на создаваемые файлы. Вы его устанавливаете по умолчанию, чтобы, ну, там, чтобы чуть-чуть ограничить доступ к других пользователям при создании файлов. Так-то вы можете его поменять на любое другое значение. То есть, прям вот это непредавлимый барьер, но вот какое-то дополнительное ограничение он устанавливает. Понятно. Да, и еще, а есть какой-то способ узнать атрибуты файла? Ну, вот владельцы, например, группу праводоступа? ILS? ILS, да. Хорошо. Так, а еще есть вопросы? Хорошо, все, давайте мы тогда сегодня закончим. Так, я на следующую пятницу у нас будет анонсирование контрольное по остаткам языка Си. Ну, я там тоже напишу. Готовьтесь, контрольное, следующую пятницу. Все, тогда до свидания.